Друзья, я приветствую вас на лучшем и главном вебинаре этого года, на вебинаре про дисциплину, про то, как системно строить свою жизнь без насилия, про то, как искать и находить мотивацию, про то, как расти без скачков, без выгораний, вообще без напряжения, без какого-либо сильного дискомфорта. Об этом всём мы сегодня будем говорить. Меня зовут Саша Митрошина, для тех, кто со мной не знаком. Приветствую всех, кто пришёл. Сегодня будет очень крутой и необычный вебинар. Я подготовила материал, который ни разу ещё публично не делала. В принципе, я в новой теме, то есть я до этого вебинары по дисциплине не проводила никогда, хотя эта тема всегда была супер запрашиваемой от меня. Все люди мне пишут, что хотят такую же дисциплину и системность, как есть у меня. Прикол в том, что я никогда не считала это чем-то особенным, но это, в принципе, особенность наших сильных сторон, мы их не замечаем. И у вас, скорее всего, тоже есть сильные стороны, которые для вас очевидны, не являются чем-то особенным, но при этом люди в вас видят эту силу. И, как правило, самая крутая точка самореализации, самая крутая точка достижений – это именно вашей сильной стороне, которую вам стоит найти. Это вот уже начинаем мы сразу с полезной информации, так сказать, применимой прикладной. Что ж, поехали. Давайте начинать наш вебинар. Меня зовут Саша Митрошина. Я, для тех, кто не знает, блогер-миллионник, у меня, наверное, самый крупный блог про блогинг. То есть я рассказываю про то, как вести блог, как продвигаться в нем, как на нем зарабатывать. У меня есть подкаст «Матерь Бложья», самый популярный на русском языке про блогинг. Не знаю, не мерила на английском языке, есть ли более популярный, но на русском точно номер один. И, в принципе, держим чарты в маркетинге, в бизнесе и в других категориях. Я была номинирована на Forbes 30 до 30 из достижений моих. Я живу сейчас в Дубае. Ну и в целом, если говорить про цифры, то я эксперт по продажам и запускам, по монетизации личного блога. Самый большой мой запуск был в этом году на 500 плюс миллионов рублей. Познакомились? Теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего вебинара. Прикол в том, как я уже сказала, что до того, как я начала вести блог, я не подозревала, что я обладаю какой-то суперсилой. Я не знала, что мое умение систематизировать жизнь, что мое умение планировать, что мое трудолюбие, постоянство и какая-то системность и порядок в жизни – это что-то особенное. Потому что, по моему мнению, я просто ставила цели и их достигала. У меня был просто список дел, и я по нему ушла и делала. И, честно говоря, до сих пор мне иногда непонятно, что же в этом такого. Но как только я начала вести блог, и как только у меня появилось именно большое количество подписчиков, мне начала прилетать обратная связь. «Саша, ты так много успеваешь». «Саша, как ты строишь свою жизнь?» И таким образом появилась вторая большая глобальная тема моего блога. Я очень много рассказываю про организацию жизни, про то, как вообще ее жить, как ее облегчать, как работать со своими эмоциями. Короче, мой блог, в том числе, инструкция по тому, как жить эту жизнь, которую нам не выдали при рождении. Это я рассказываю для новеньких, для тех, кто не знаком с моим творчеством и деятельностью. Такие наверняка будут, потому что эта лекция через какое-то время выйдет на Ютубе. Привет всем, кто смотрит в записи. Я вам тоже очень рада. И тем, кто смотрит сейчас, тоже рада. Всем рада. Соответственно, до того, как я начала вести блог, я не подозревала об этом. И только через обратную связь я поняла, что, наверное, это то, что людям интересно и нужно. И это, кстати, второй лайфхак. У нас, так сказать, сразу же вебинар будет полезным. Что чаще всего наши сильные стороны способны нам подсветить только другие люди. Поэтому можете прямо сейчас спросить у себя в блоге, друзья, как вам кажется, что моя сильная сторона, что бы вам хотелось перенять. Ну или там завтра, послезавтра. Очень много интересного вы узнаете. Смотрите, с какими запросами ко мне люди обращаются чаще всего. Очень часто мне люди пишут, что хочу чего-то достичь, но очень быстро загораюсь и так же быстро теряю интерес. Как поддерживать этот интерес на постоянном уровне? Как не бросать? Потому что сначала хочу, сначала много энергии, а потом раз, не хочу, ничего с собой не могу поделать. Вообще про энергию часто пишут. Спрашивают, как ее поддерживать, как повышать уровень энергии. Часто про крайности. То супер много работают, то вообще не работают. То веду блог офигеть как, то вообще его забрасывают. Как системно, постоянно, как бороться с перфекционизмом? Вот это все тоже часто спрашивают. Лень, прокрастинация, зависимость от настроения, вместо того, чтобы четко следовать плану. Вот эти все темы чаще всего ко мне приходят. И сегодня мы также будем с этими запросами работать. Какой у нас план? Первая часть будет посвящена пониманию, куда мне двигаться. Все те, кто не понимают, куда идти, какую цель поставить, как вообще поставить цели. Я подготовила для вас практику. Она необычная, возможно, особенно для тех, кто еще ни разу не делал практики, для тех, кто не занимается медитациями, визуализациями. Но, пожалуйста, просто доверьтесь, расслабьтесь. Это будет несложно, это будет быстро. Это ничего там отлетевшего, ничего эзотеричного, ничего странного. Это просто очень классная рабочая механика, прием, который очень помогает мне, который я уже несколько лет использую на регулярной основе. То есть там мы будем делать прямо упражнения, закрывать глаза, садиться. Так что заранее подготовьте себе какое-то спокойное плюс-минус место и попросите вас не беспокоить окружающих. Затем мы возьмем такую теоретическую часть. Я вам расскажу, как прийти туда, куда вам захотелось, собственно, прийти в результате этих практик. И дам не семь принципов, а девять принципов. Вот перевыполню план, так сказать. Девять принципов для того, чтобы дисциплина была не в напряг, чтобы дисциплина была системной, мягкой и с учетом ваших потребностей. Но при этом вела куда надо, потому что все-таки цель дисциплины – это некая твердость, последовательность и продвижение вперед. Вот это вот все мы обсудим. После этого, наконец-то, релиз приложения MoveUp. Для тех, кто меня смотрит в первый раз сейчас, я уже полгода делаю приложение с трекером привычек. Там внедрен искусственный интеллект, там внедрены элементы социальной сети. Оно просто очень удобное, классное, и я им пользуюсь с первого же дня релиза без единого пропуска. То есть я сама клиент этого приложения, и я в него просто влюблена. Я уже достигла огромного количества результатов. И сегодня тот день, когда я его официально представляю публике, и его можно будет скачать абсолютно всем желающим. Я расскажу про приложение, про то, что в него входит, как мы его создавали, какие там есть функции, ну, тоже какие-то фишечки, детали, нюансы и так далее. И, собственно, будет релиз. То есть будет официально дана вам ссылка, QR-код. Сегодня мы начнем наш вебинар с... Не могу сказать, что это медитация. Это скорее практика, которую я сама использую регулярно для достижения своих целей, которую я использую, наверное, раз в полгода минимум. Но на самом деле я ее делаю на регулярной основе. То есть элементы этой практики я делаю каждую неделю. И именно они помогают мне во всем, вообще во всех своих достижениях. Ваша задача — довериться и расслабиться. Попросите людей, которые рядом с вами, не отвлекать вас. Это будет длиться минут 10. Это недолго. После практики я расскажу, как это работает, что это вообще было, и как мы это будем использовать как инструмент. И как вы сможете эту практику использовать как инструмент в будущем. А сейчас просто давайте это сделаем. Надеюсь, вы не боитесь, все хорошо. Потому что многие люди не доверяют таким штукам. Но я сама это делаю, и я уверена вообще в этом результате. Ну что, сядьте удобно. Сядьте в комфортное для вас положение. Постарайтесь сидеть с прямой спиной и закройте глаза. Ваша задача — просто медленно и плавно и осознанно дышать. Для начала этой практики нам нужно немного расслабиться и сосредоточиться на моменте здесь и сейчас. Отвлечься от мыслей, которые у нас роятся в голове почти всегда. Поэтому мы сделаем восемь глубоких вдохов и выдохов. Я буду считать и дышать вместе с вами. А вы просто сидите с закрытыми глазами и делайте это. Начинаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще один вдох. Выдох. Вдох. Стараемся сосредоточиться на моменте сейчас. Выдох. Ощущаем, что мы сидим сейчас в этом пространстве, где вы сейчас есть. Что там было? Вдох. Выдох. Дышим все медленнее и медленнее. Вдох. Выдох. И еще два вдоха и выдоха. Один. И два. Отлично. Продолжаем медленно дышать. Спокойно, расслабленно. Стараемся быть сконцентрированными на том, что вы находитесь прямо сейчас, в этом моменте, в месте, где вы находитесь. Ощутите телом пространство, как воздух вас обволакивает, как вы сидите на какой-то поверхности, и сила тяжести на вас давит. Если ваши мысли куда-то уносятся, то это нормально, просто возвращайтесь мыслями в момент здесь и сейчас. И продолжайте дышать, это окей. Фокус скачет у всех. И сейчас, когда вы уже расслабились и сосредоточились, начнем нашу практику. Ваша задача мысленно перенестись в день спустя три года. Мы представляем день, который будет в вашей жизни через несколько лет. Может быть два, может быть четыре. Примерно через три года. Ваша задача — представить его в максимальных деталях. Сейчас я вам буду говорить какие-то слова, а вы будете представлять картинки. Любые картинки, которые вам приходят в голову. Здесь не нужно включать логику, здесь не нужно обдумывать, возможно это или невозможно. Если картинка пришла вам в голову, значит все нормально. Так и должно быть. Не оценивайте. Просто представляйте и ощущайте, нравится вам то, что происходит или не нравится. Если у вас не получается создавать картинку, не получается именно видеть картинку, попробуйте ощутить телом, попробуйте ощутить, какое состояние вы испытываете в этот момент. Может быть какие-то звуки или запахи. Просто стараемся перенестись эмоционально в будущее, которое наступит через три года. Итак, наш идеальный день, 2026 год, вы открываете глаза. Где вы просыпаетесь? Кто рядом с вами? Что вы видите вокруг себя? Что вы слышите? Представьте комнату, помещение, в котором вы проснулись. Представьте его в максимальных деталях. Какие там окна, какие двери, какой интерьер, в каком он стиле. Может быть он минималистичный. Может быть он, наоборот, роскошный. Может быть вы в квартире, может быть в доме, на природе. Вы подходите к окну. Какой вид вы видите? Вы останавливаетесь и какое-то время смотрите на этот вид. Может быть там море. Или горы, или город. Какая-то картинка за окном. Вы любуетесь этим видом, он вам нравится. Но нужно делать дела, и вы идете в ванную, смотрите на себя в зеркало. Как вы выглядите? Что вы видите в своем отражении? Какая у вас прическа? Какое у вас лицо? Какие-то детали? Посмотрите на себя, посмотрите себе в глаза. После того, как вы умылись, вы выходите в комнату или в гостиную. Начинаете заниматься своей утренней рутиной. Вы осматриваетесь и видите какое-то пространство вокруг себя. Там кто-то находится. Может быть животные, дети, члены семьи, друзья. Представьте это. Где вы завтракаете? Может быть дома, может быть вы идете в кафе. Мысленно перемещаемся на завтрак. Ощущаем его, что мы едим, вкус этой еды. В какой обстановке это происходит. Он сытный или сладкий? Или состоит из ваших любимых блюд? Представьте их. В какой атмосфере он происходит? Вы один или вы с кем-то? Окунитесь в эту атмосферу. Постарайтесь почувствовать ее. Мы продолжаем медленно и глубоко дышать. И проживать наш идеальный день через три года. Куда вы отправляетесь после завтрака? Чем вы занимаетесь? Кем вы вообще работаете? Какие у вас проекты сейчас? Может быть вы едете на стройку? Ваш бизнес строится? Может быть вы едете в офис или в коворкинг, или на встречу с партнерами? Или просто остаетесь в кафе и работаете удаленно через iPad? Представьте, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Почувствуйте его. Есть ли там спешка? Или наоборот, вы очень расслабленно делаете задачи? Какие задачи вы выполняете? Нравится ли вам то, что вы делаете? Так проходит несколько часов. И вечером вы тоже как-то проводите время. Вы сидите с друзьями, возможно, или идете на массаж. Чем вы занимаетесь в свой идеальный день вечером? Проводите время с семьей? Просто отдыхаете в одиночестве? Вы сидите вечером в каком-то пространстве и думаете о том, какой вы человек. Почувствуйте, какими качествами вы обладаете. Подумайте, как вы выглядите, как вы одеваетесь, какая у вас жизнь, как вы себя в ней чувствуете, самое главное. Сколько вы зарабатываете? Представьте полностью свой образ. Образ себя через три года. Какой или каким вы бы хотели себя видеть? Не оценивайте, не судите, что это невозможно или это не про меня. Если картинка пришла, то это возможно. Ну или она просто пришла, она вас ни к чему не обязывает. Просто погрузитесь в нее и побудьте там. Как там в этом идеальном дне? Зафиксируйте свои эмоции, что вы чувствуете сейчас. Какие у вас мысли? Наконец, вы отправляетесь спать. Что вы делаете перед сном? В каком настроении и состоянии вы ложитесь? Может быть, в довольном, в радостном. Может быть, вы чувствуете такую приятную усталость. Вы с ожиданием, с нетерпением ждете завтрашнего утра, чтобы скорее проснуться и дальше жить свою жизнь. Давайте еще немного посидим, подышим, буквально несколько вдохов-выдохов и побудем в тех эмоциях и в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. И сейчас вы можете открывать глаза и возвращаться в реальность на три года назад, в сегодняшний день, в текущий момент. Не торопитесь. Мы никуда не опаздываем. У нас много времени. Можем еще немножко посидеть, помечтать. Я тоже представляла. Мне понравилось. Сейчас, если вы готовы, то поделитесь своими эмоциями и своими инсайтами в чат. Я дам вам на это несколько минут. Если готовы. Если не готовы, просто запишите для себя, но очень важно это зафиксировать. Возьмите бумагу, ручку, заметку в ноутбуке, в телефоне, может быть. Может быть, закрытый телеграм-канал. Просто зафиксируйте, к чему вы пришли, что вы ощутили. Мурашки, хочется туда, тепло. Я расплакалась. Почему я плачу? Я всегда плачу на этой практике, всегда абсолютно. Я даже сейчас читаю, как вы плачете, хочется тоже поплакать. Да, абсолютно нормально, что вы плакали. Я, когда погружаюсь, когда я действительно четко представляю будущее, я начинаю плакать. У меня всегда так. Это прекрасно. Слезы, понимание, что я столько опускаю, успокойствие и счастье. К вечеру ощущала одиночество. Это тоже знак, это хорошо. На самом деле, весь секрет в том, что, чтобы чего-то достичь, чтобы поставить себе какую-то цель, нам недостаточно захотеть этого мозгом. Нам недостаточно сесть и вот так вот логически подумать. Окей, вот я сейчас зарабатываю 30 тысяч рублей в месяц. Мне нужно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас я декомпозирую эту задачу и начну к ней двигаться поступательно. Нет, это не сработает. Я уже давно просекла, что для того, чтобы действительно чего-то достичь, в первую очередь нам нужно, чтобы мы испытали эмоции. И только через такое якорение с помощью эмоций, когда мы действительно всем сердцем прочувствуем ту точку, куда мы хотим прийти, только тогда все наши усилия действительно начинают складываться. И тогда наша мотивация растет и не падает. И нет вот этих вот скачков. И это на самом деле лайфхак. Если вы хотите реально чего-то достичь, делайте практики, которые позволят вам прям переместиться в этот процесс, которые позволят вам не просто увидеть, не просто представить, а именно почувствовать, почувствовать своим сердцем, своей системой, как будто бы это уже произошло, и тогда ваш путь станет гораздо легче. Я использую эту практику в полноценном размере, то есть вот именно в таком, когда я погружаюсь и в медитации представляю свое будущее. Это может быть практика представления своего дома, практика представления своего дня, практика, когда мы представляем какие-то конкретные аспекты, например, заработок денег. Но при этом я использую эту практику еще чаще, просто в письменном формате. Примерно каждую неделю я выписываю все, чего я хочу. И выписываю то состояние, к чему я хочу прийти, какой я хочу быть, и какими качествами я хочу обладать, как я хочу выглядеть. Примерно раз в неделю также в своей медитации я просто представляю образ будущей себя. То есть даже не углубляюсь в окружение, а просто визуализирую себя в будущем. То есть ту точку, к которой я хочу прийти. И здесь фишка в том, что благодаря тому, что это визуальный образ, благодаря тому, что мы испытываем эмоции, мы начинаем в это реально погружаться, и наш мозг понимает, что нам туда нужно. И гораздо больше наша мотивация становится. Вот. Сейчас почитаю чат чуть-чуть, посмотрю, что вы мне там пишете. Там все было идеально, я была счастлива, но ощущение, что все это неизбыточно. На самом деле, если вы представили картинку, она к вам пришла в голову, и вы испытали эмоции, то есть вы были счастливы там, это значит, что ваш мозг уже будет стараться вас к этой точке привести. И это значит, что это реально для вас. Потому что именно якорение через эмоцию работает практически всегда. Понятно, что нужно делать действие, и об этом мы сегодня поговорим. И давайте сейчас нашу практику продолжим, потому что у меня есть еще небольшой кусочек того, что нам нужно сделать, чтобы перейти к дальнейшей постановке целей, то, к чему мы идем сегодня на нашей лекции. После того, как вы ощутили свое будущее, и многим из вас оно понравилось, давайте откроем тетрадку или заметки и напишем конкретно, предметно, как вы видите себя через три года и чего вы вообще хотите по сферам жизни. Я выписала на слайд сферы, это финансы, внешность, семья и отношения, образ жизни, самореализация, здоровье, дружба, состояние и проявленность. Это то, по каким сферам работаю я. Соответственно, просто в обычном формате вы пишете, я хочу быть, или там я, допустим, красивая, стильная, реализованная девушка. Я состою в таких-то отношениях, я зарабатываю столько-то, я в таком-то состоянии нахожусь. Прямо по каждой сфере прописывайте максимально подробно и детально все, в чем вы чувствуете импульс. То, что вы почувствовали в медитации, то, что вам показалось значимым, важным, и то, к чему вы захотели прийти. Давайте распишем, дам вам на это 3-4 минутки. Теперь этот список можно убрать, вообще забыть о нем. Потому что, как говорит Алан Пис, для нашего мозга главное поставить задачу. А уж как это делать, какие конкретно способы, он уже сам разберется. Прочитайте у него в книгах, если интересно. Он рассказывает про систему рас, которой реально надо просто поставить цель, увидеть картинку и после этого не думать, как это сделать. А просто начинаешь видеть больше возможностей, больше каких-то путей вокруг себя, расширяешь свое внимание и начинаешь постепенно двигаться, куда надо. Поэтому, в принципе, не обязательно этот список перечитывать. Я очень редко, почти никогда не перечитываю то, что написала, почти никогда не сохраняю там, не держу перед глазами, ничего. Самое главное – это просто зафиксировать это. И давайте еще раз закроем глаза прямо сейчас, буквально на пару минуток, уже недолго. И наша задача сейчас прислушаться к себе. Мы сейчас в достаточно спокойном состоянии. Я вижу, что вы в целом расслаблены, что атмосфера такая спокойная на вебинаре. Давайте сделаем еще несколько глубоких вдохов и выдохов. Делайте их самостоятельно. С каждым вдохом и выдохом стараемся расслабиться, расслабить ноги, руки, живот. И как только вы чувствуете, что ваше состояние стало спокойнее, подумайте. Даже не так, почувствуйте. Что вам говорит интуиция, что вам говорит чутье, что вам говорят ваши чувства. Что самое главное нужно сделать или прекратить делать для того, чтобы через три года вы приблизились к этому образу себя. Не торопитесь. Можете сидеть сколько вам надо, ощущать это. Как только вы окажетесь во внутренней тишине, как только уйдут мысли и вы действительно прислушаетесь к себе, вы почувствуете ответ на этот вопрос. Потому что на самом деле мы знаем все лучше всех. Мы прекрасно знаем, что нам нужно делать, что нам не нужно делать. Мы сами знаем, как нам лучше. И никто из других людей, абсолютно никто не знает это лучше, чем мы сами. Просто мы часто это не слышим. Мы заглушаем это чередой мыслей, временем, которые мы проводим в социальных сетях и смотрим на кого-то другого, читаем чужие мысли, замещаем этими мыслями свои. Но сейчас тот самый момент, когда ничего вас не отвлекает. Вы спокойно, расслаблены. И вы можете понять, а куда сливается ваша энергия, если у вас ее нет. Что происходит с вами? Если вы не можете начать действовать, то в чем главный источник стресса, который вам это мешает? Какое действие может потянуть за собой цепочку изменений? Вы точно знаете, что вам нужно делать. Иногда мы просто не имеем смелость посмотреть туда и признать это. Но вы знаете. Не сегодня, но, может быть, завтра, также сидя, закрыв глаза, вы можете это почувствовать. Но что прямо сейчас говорит ваша интуиция? Что самое главное нужно делать сейчас? Или наоборот? Перестать делать. Можно открывать глаза и выписывать то, что вы поняли. Уволиться. Начать набирать аудиторию. Выйти из отношений. Стать смелее. Упорядочить свою жизнь. Меньше времени проводить в телефоне. Начать терапию. Убрать суету. Переехать из Москвы. Бросить курить. Бросить пить. Поспать. Любить и слышать себя. Послать всех нахер. Начать заниматься спортом. Переехать от родителей и перестать экономить на себе. Нанять няню. Расхламиться. Расслабиться. Хорошо. Эту практику я делаю практически каждое утро. Для нее вам нужно просто расслабиться. Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Я обычно делаю где-то 30. И прислушаться к себе. Какое решение я не принимаю, хотя должна бы. Куда я не смотрю. Какое действие ключевое на сегодня. Что мне действительно важно сделать. А что не важно. Что я не замечаю. Нахожусь ли я на своем пути. Правильно ли я действую. Попробуйте тоже. Это очень хорошая привычка. Она помогает. А теперь очень важно. Мы заканчиваем нашу часть с практиками. Переходим к части теоретической. В которой мы будем рассматривать, как собственно действовать. Какие шаги предпринимать. Какие принципы внедрять. Но мне очень важно с вами поговорить об одной вещи. Я попрошу сейчас вашей концентрации. И максимального внимания на том, что я сейчас буду говорить. Вдумайтесь в эту мысль. Мы то, что мы делаем каждый день. Мы являемся продуктом того, что мы делаем каждый день. У каждого из нас 24 часа в сутках. У меня, у вас, у людей, которые сейчас вокруг. У каждого жителя каждой страны. И каждый из нас, из 8 миллиардов людей, является продуктом того, что он делал каждый день в прошлом. То, как мы выглядим, это результат наших действий. То, как мы себя ощущаем, это результат того, как мы живем. Какие конкретно мы делаем действия каждый день. Даже то, сколько у нас покупают в Инстаграме, сколько у нас продаж, если вы ведете Инстаграм, это результат того, как мы ведем свои сториз на протяжении предыдущего года. Есть такое правило, что у нас будут покупать через год те, кто сегодня смотрит наши сториз. И то, как мы сегодня ведем контент, будет влиять на то, как у нас будут через год покупать. И какие у нас будут запуски и продажи. Это очень важно. Мы сейчас, это продукт когда-то принятых нами решений. И если сейчас вас устраивает ваша жизнь, если вы довольны, значит эти решения были продуктивными и качественными. Если нет, значит эти решения были неправильными. Но сказать неправильными тоже не очень правильно. Потому что каждое решение, которое принято в прошлом, идеально. Мы не могли ничего сделать иначе. Мы поступили так, как поступили, исходя из ситуации в тот момент, исходя из тех условий, исходя из того состояния. И все, что мы хотели, это достичь чего-то, прийти к чему-то хорошему. Мы не хотели себе зла. Но тем не менее, мы приняли определенные решения, и мы находимся в этой точке прямо сейчас. И нам нужно продолжать принимать решения дальше. Можно не принимать. Но отсутствие принятия решения, отказ от него, это тоже решение. Которое тоже приведет нас в какую-то точку. Результат всегда там, где фокус. Мы можем влиять только на то, чем мы управляем и куда мы направляем свое внимание. А это то, как мы живем каждый день. И если вы смотрите на кого-то из блогеров или на окружающих вас людей, и видите, что у них есть что-то, чего вы хотите, но чего у вас нет, это значит только одну вещь. Что этот человек делает что-то, чего не делаете вы. И он это делает регулярно или не делает то, чего делаете вы, но что важно не делать. Бессмысленно злиться, бессмысленно сетовать на несправедливость. Мы либо принимаем этот факт и начинаем играть в эту игру по этим правилам. Либо мы продолжаем плыть по течению. И ждать. Пока у нас увеличится заработок. Пока на нас свалятся подписчики. Пока у нас изменится внешность. Пока у нас отрастут волосы красивые. Пока у нас отношения будут классные. Пока что-то произойдет, и нам начнут больше платить на работе. Но, к сожалению, само это никогда не происходит. И для этого нужно что-то делать. Вот простите, такая мысль. Причем что-то делать – это не только действия какие-то конкретные. Часто это работа над состоянием, над мышлением, над тем, чтобы немножко по-другому относиться к жизни. И сегодняшний мой вебинар, я считаю, важным как раз потому, что большому количеству людей я бы хотела донести те принципы, которые помогают жить мне. И это то, что не требует отдельных усилий. Просто немножко поменять то, как мы смотрим на этот мир. И наша жизнь тоже будет меняться. Решение менять мышление – это тоже решение. Наше будущее – это то, что мы делаем сейчас. Наше настоящее – это то, что мы делали в прошлом. Но прямо сейчас, прямо в этот момент, прямо вот сегодня мы создаем то будущее, в котором мы будем жить через год, через два, через три. Вдумайтесь в эту мысль. И бессмысленно просто ждать. Заработок сам по себе не увеличится. Все само по себе не поменяется. Блок не раскрутится, задница не накачается. Думаю, вы это уже понимаете. И очень важная мысль, я уже начала про нее говорить, про то, что наш мозг работает очень хорошим, качественным образом. Он увидел эту картинку. Вы испытали эмоции. Вы находились в приподнятом классном состоянии. Вам захотелось туда. И ваш мозг уже готов туда идти. Поэтому та картинка, которая пришла к вам во время практики, начинает исполняться прямо сейчас. Прямо с этого дня она начинает приближаться. И с каждым днем она будет все ближе. Или не будет. Вот такая важная мысль, которую я вам хотела сказать. Страшно от этих мыслей, стрессово и тревожно. Посмотрите на это под другим углом. Что мы этим управляем. И спойлер. Даже если у нас что-то не получается. Я, например, во время стремления к своей вот этой картинке несколько раз обламывалась. У меня что-то не получалось. Шло не туда, были откаты. Это настолько нормально, насколько нормальна сама жизнь. Да, мы объебемся сто раз еще. Еще сто раз упадем, поднимемся. И ничего страшного в этом нет. Потому что мы просто люди. И мы живем свою жизнь, как умеем. Нас не учили. Как получается, так и живем. Просто стараемся и движемся туда, куда мы хотим прийти. Но я просто знаю, что если испытывать эмоции по отношению к своему будущему, и если осознавать свои желания, и если понимать вот этот принцип, что за все в своей жизни отвечаю я, что дело во мне, то все будет хорошо, и все будет становиться лучше и лучше с каждым днем. Иногда мы ищем не тот способ достичь желаемого. Иногда нам нужно бить вообще в другую точку. Не больше работать, а наоборот расслабиться и делать себе выходные. Не убиваться в зале еще сильнее. Начать заниматься дома на коврике или снизить нагрузку. Поработать со стрессом, как это сделала я. Может быть, перестать общаться с большим количеством людей или наоборот выйти в люди. Решения не очевидны, и никто нам их не скажет. Мы их находим сами. Это нормально, что не все решения находятся сразу. Мы можем искать их годами. Как я годами борюсь с трудоголизмом. Кто подписан на меня уже несколько лет, замечает, что нет такого, что я такая вышла, я больше не буду трудоголиком быть, и перестала. Да нет, конечно. Нет. Постоянно. Иногда мне кажется, что ВОЗ и ныне там, но когда я цифровываю процесс, я удивляюсь, какой большой путь я проделала. Что, например, раньше я зашла в свои сторис, когда готовила этот вебинар, поискать скриншот с трекером привычек. И увидела, что у меня сторис были каждый день. То есть кружочки просто все заполнены. У меня не было выходных от блога. Да и выходных просто не было. А сейчас то, что у меня от двух до четырех выходных в неделю, я такая воспринимаю как должное. Нормально. Я посмотрела на свои списки дел тогда и сейчас. Я их выкладывала в сторис и поняла, что я сделала прекрасный прогресс. Нужно концентрироваться на том, что я сделала, а не на том, что я не сделала. Точно так же, как надо концентрироваться не на том, что у вас досматриваемость сторис низкая или охваты упали, а на том, сколько людей все-таки посмотрело ваш контент. Это главная заповедь блогера. Внимание. Каждый, кто выложит в сторис свои инсайты с этого вебинара, свой рассказ про этот вебинар, может быть, это будет стори-теллинг, в котором вы расскажете про свои эмоции, напишите отзыв, как вы пришли вообще на этот вебинар, почему вы сюда пришли, какие-то мысли или выводы, которые вы сделали, может быть, что-то, что вы поняли про свою жизнь, если готовы поделиться. Если вы выложите такие сторис и отметите меня, никнейм Александра Митрошина, он сейчас на экране, то я вам пришлю свою лекцию про тренды в контенте, продвижении и продажах на 2023-2024 год. Это мое свежайшее выступление, которое я буквально недавно подготовила, провела в закрытом формате. Мы его записали на видео, его нет в открытом доступе. И там я рассказываю про все фишки, как продвигаться сейчас, что работает в контенте сейчас, какие новейшие тренды, что еще никто не делает, но надо бы начать, потому что скоро этим все будут пользоваться, а сейчас как раз самое время, потому что будет лучший эффект, что наоборот уже нахер не нужно делать. Хорошее, интересное выступление, очень качественное, полезное. И вы его получаете за отметку в своем инстаграме, за сторизы. Нужно прислать их в бот. Я каждую сториз прочитаю. Я очень люблю смотреть отметки, смотреть скриншоты людей, которые про меня что-то рассказали, точнее не про меня, а про выступление, про мое. Очень интересно, что именно вам откликнулось, потому что я делаю материал, исходя из своего ощущения, а откликается людям часто что-то вот точечное. И мне правда это интересно, мне правда интересно все, что вы напишете, какую обратную связь вызовет вот такой вот новый формат моих выступлений, моих лекций. Это, если что, действует в том числе и для тех, кто смотрит в записи. Мы поставим под видео ссылку на этот бот. В любой момент вы сможете прислать туда свои сториз, и бот выдаст вам после проверки ссылку на лекцию. Так что рассказывайте, почему вы сюда пришли, что получили, какие-то открытия. С удовольствием буду читать. Ну, а мы переходим к пяти принципам, главным по достижению лучшей жизни. И первый принцип – это всегда понимать, что важно. Это звучит очень просто. И вообще все принципы, которые я сегодня рассказываю на вебинаре, звучат очень просто. Но очевидные вещи очень часто супер правильны, и мы просто не понимаем их до конца. Всегда понимать, что важно. Фишка в том, что наш список дел всегда будет длинным. У нас всегда будут какие-то предложения что-то поделать. В конце концов, всегда есть какая-то работа по дому, которую нужно выполнить. Или друзья, с которыми хочется встретиться, или занятия, которыми мы хотим заняться. Обучение, которое мы хотим пройти. По работе можно углубиться в одно направление, в другое, в третье. Можно взять один проект, несколько. У нас всегда дел больше, чем мы реально можем выполнить. И главная задача успешного человека – это понимать, а что мне нужно делать в соответствии с тем, что я хочу. И делать это в первую очередь. У меня в дне всегда выделена главная задача. Вот сегодня это главная задача провести вебинар. И утром, когда я приехала на анализы, оказалось, что потерялась где-то моя страховка, и я что-то не могу оплатить. Ну, точнее, могу, но мне нужна страховка, потому что там очень большая сумма, 7 тысяч дирхам. Нужно зафиксировать, чтобы это учлось, как элемент страхования моего. Зря я, что ли, покупала. Что-то потерялось, и я понимаю, что я сейчас буду уезжать, потому что моя главная задача на день – это вебинар провести, успеть к нему подготовиться, успеть перечитать презентацию, еще раз прогнать практику, накраситься там, не знаю, уложиться и так далее, а не сдать анализы. Это очень простой, примитивный пример, но он проясняет, как это работает. То есть каждый день мы понимаем, что главное мы должны сделать за день, и в идеале мы начинаем с этого. Каждую неделю мы понимаем, какая главная задача на неделю. В каждый момент времени мы понимаем, что главное нам нужно делать сейчас. Кстати, очень помогает практика, вот эта медитативная, когда нужно сесть, расслабиться, и просто постараться почувствовать, что нужно делать. Обычно наше подсознание все понимает, то есть у нас мозг обрабатывает информацию активно очень, вне нашего сознания, и, как правило, наш мозг знает, что надо делать. Мы просто не слышим, потому что много шума. Поэтому иногда я в течение дня просто сажусь такая и пытаюсь понять, какую задачу брать, если так не соображаю. Соответственно, очень важно, вообще ключевой навык успешного человека — это приоритизация. Уметь выделять главное, не хвататься за все подряд, не делать лишнего. И из этого исходит второй принцип — избавляться от неважного. Это делать придется. Это тяжело. Тяжело выходить из сотрудничеств. Тяжело расставаться с партнерами, тяжело увольняться. Я до сих пор считаю, увольнение и знаемо одной из самых сложных и стрессовых задач в своей жизни. Тяжело расставаться, тяжело входить в отношения. Ну, входить, ладно, входить полегче. Фигню спорола. Но расставаться тяжело. Всегда тяжело от чего-то избавляться. Всегда тяжело говорить «нет», потому что мы отвергаем как будто бы что-то, и лично мне это очень сложно. Но без этого успеха не будет. Я вот недавно буквально загналась, и я так думаю, блин, вот я была трудоголиком, осталась трудоголиком, вот, сны не там, ничего не меняется. И я почувствовала, услышала эту самокритику, это, кстати, упражнение я вам еще буду давать, и просто села выписать, а что я сделала за последние три месяца, что меня приблизило к цели не быть трудоголиком. То есть я такая сижу, смотрю на расписание, думаю, блин, что-то опять много работы, хуё-моё. Ох ты, Саша, конечно, не справилась. Ну, вот это вот обычная наша тема перфекциониста. Я просто сажусь, беру тетрадку и начинаю писать по пунктам, что я, наоборот, не сделала. То есть от чего я отказалась за это время, откуда я вышла, что я убрала ненужного. То есть я же что-нибудь хорошее вообще сделала по этому направлению или ничего не сделала, всё осталось как есть. И я поняла, что у меня там набрался список на 8 или 10 пунктов, потому что за эти месяцы я перестала вообще делать рекламу, а это минус там 2-3 рабочих дня в неделю. Я вышла из рекламного агентства, тоже там минус занятость. Я отказалась от участия в пяти или в семи конференциях, даже которые были прям, ну, нормальные, чёткие. Я... Что ещё я сделала? А, я отказалась проводить свою конференцию. Это тоже было важно. То есть я поняла, что в этом, этой осенью для меня, например, очень важно запустить это приложение, заняться плотной школой танцев, сделать что-то ещё, что-то ещё, что я ещё пока что не раскрываю. И во имя этого я отказалась от многих других вещей. И когда я это поняла, я посмотрела на этот список и поняла, что всё было бы гораздо хуже, если бы я вообще не делала эту работу. То есть если бы я не отказалась от этого, второго, третьего, четвёртого, пятого, я бы сейчас вообще сидела в вахере. Я бы сейчас работала с утра до вечера. То есть всё могло бы быть гораздо хуже. И таким образом перенос фокуса с того, что не сделано, на то, что сделано, очень сильно придаёт сил. Потому что я сразу же поверила в себя. Я поняла, что я вообще-то молодец на секундочку. Я, кстати, каждый день такую практику делаю вечером. Сажусь и вспоминаю, почему я молодец. Тоже очень помогает. Ушла из найма, было страшно. Осенью не будет прожектора, к сожалению, не будет. Но зато вы прямо сейчас смотрите этот вебинар, которого могло бы не быть, если бы был прожектор. Вам вроде нравится, судя по чатам. Третий принцип – это вкладываться в своё состояние. Кто-то смотрит до конца вебинара и получит лекции из марафона, тот узнает, что я всегда выстраиваю систему привычек на состояние превыше всего. То есть в первую очередь я ставлю привычки, которые ведут меня к хорошему состоянию. И уже потом всё остальное. Как говорится в меме, сначала он, а потом уже Леди Гага, Ариана Гранде и все остальные. Вот сначала мы занимаемся состоянием, а потом уже начинаем действовать. Потому что на фоне хорошего состояния, высокого уровня энергии, стабильности какой-то эмоциональной, у нас все дела получаются лучше, решения принимаются правильнее. И в целом наша голова работает гораздо-гораздо трезвее. У меня есть видео на Ютубе, как повысить энергию, что делать, если нет энергии, посмотрите его тоже. Оно есть в формате подкаста, если вам интересно, можете просто в поиске вбить Александра Митрошина и найдете. Матерь Бложья. Четвертый принцип это выстраивать инфраструктуру жизни, которая сама будет нас вести куда надо. То есть, когда мы понимаем, что нам нужно куда-то прийти, мы поняли, какие у нас цели и задачи в целом. Если вы выполнили практику и расписали, чего вам хочется, это в принципе и есть список целей. Ну, если что. Он вот так вот примерно выглядит, достаточно предметно, конкретно, при этом с эмоциональным зарядом. И дальнейшие наши действия заключаются не в том, что мы начинаем вот так вот превозмогая среду, справляясь с трудностями. У нас там, не знаю, дети кричат, кошки орут, друзья требуют чего-то, начальник ругает, но мы все равно на зубах через силу что-то делаем. Нет. Наша задача выстраивать инфраструктуру, то есть выстраивать такие условия, в которых легко делать то, что нам нужно делать. И об этом мы поговорим чуть позже. Я расскажу, как прививать себе правильные привычки, чтобы помогала среда, а не мешала. И, наконец, пятый принцип это ценить каждый момент. потому что мы сейчас увидели в этой практике будущее и нам оно понравилось. И есть такой соблазник небольшой взять и обесценить то, что у нас есть сейчас. Хотя то, что у нас есть сейчас, это гораздо больше, чем то, что у нас было три года назад. Пять лет, десять лет назад. Иногда даже то, что было год назад. С каждым годом у нас все больше опыта, все больше знания о мире. Мы все больше прохаванные люди, потому что мы растем мудреем. И на самом деле главная задача для ощущения счастья, для ощущения наполненности, для ощущения удовольствия от каждого дня это не ждать, когда наступит вот тот вот идеальный день через три года, а понять, что наш идеальный день идет вот прямо сейчас. Прямо сейчас оглянитесь вокруг себя и просто заметьте, что у вас есть. Может быть, вы здоровы, у вас ничего не болит, может быть, у вас есть свое жилье, может быть, вы сейчас занимаетесь делом, которое вас вдохновляет и мотивирует. Или, может быть, вы еще не достигли того, чего вы хотите, но вас заряжает эта цель, и вам нравится идти по пути. Любить путь, в этом и есть весь секрет успеха. Любить путь, а не результат. Любить вот этот каждый маленький момент, каждый вот этот блядский момент самого загруженного дня неделя, когда у нас просто куча задач, даже его любить. Любить момент, когда у нас сложные эмоции. Принимать себя человеком, живым человеком, а не роботом, который должен быть всегда эгегей в хорошем настроении. Нет, мы принимаем себя всегда, и когда злимся, это красиво, это хорошо и правильно, злость, это проявление наших потребностей и выражение того, что нам надо. мы принимаем себя, когда мы слабы, и когда что-то не получается, и когда мы нуждаемся в поддержке, потому что это тоже красиво и тоже правильно. Я поняла, что быть слабой, это не стыдно и не стрёмно, это на самом деле это большая возможность открыться перед окружающими людьми, и они позаботятся, и им это тоже будет приятно и важно, что им не нужна только сильная Саша, у которой всё получается и всё всегда в жизни классно, что есть просто Саша, она разная, и вы тоже разные, и моменты в жизни разные, и надо любить их все. Вот конкретно то, что есть сейчас. Ценить каждый момент и любить путь вообще главный секрет, потому что как бы это избито не звучало, но есть только здесь и сейчас и больше ничего. Прошлое — это сейчас, которое уже было, будущее — это сейчас, которое будет, и вся наша жизнь — это сейчас. Ладно, я могу бесконечно так сидеть, давайте перейдём к инфраструктуре. Я говорила, что важно создавать инфраструктуру, которая будет помогать, а не мешать, и что в целом, на самом деле, самое главное — это вот эту инфраструктуру создать, и вы как по рельсам поедете к своим целям. Не надо превозмогать дисциплины, она не про превозмогание, пожалуйста, услышьте, это очень важно. Не надо там как-то напрягаться и вот так вот, не знаю, на зубах что-то выполнять. Самое главное, что я бы хотела сказать, это что мотивация — это не есть дисциплина, это абсолютно разные вещи. Ох уж эти всплески мотивации после просмотра чьего-то вдохновляющего стори-теллинга, когда мы такие посмотрели, что такие, ебать, я буду этим заниматься, всё, я там занимаюсь речью, телом, психикой, всё, гуляю, иду без телефона и так далее. Через сутки, ладно, не через 15, но через сутки такие, а что, где я? Ой, ничего не было. Мотивация вообще не ведёт к дисциплине, и нам не нужно искать мотивацию, потому что по факту, если вы сделали практику, у вас мотивация уже есть, вам просто туда хочется. И всё. Дисциплина — это нечто другое, но при этом ошибочно думать, что дисциплина — это напряжение, что дисциплина — это заставлять себя, что дисциплина — это жить строго по графику, не отходя ни на шаг от плана, который мы наметили. Давайте, признавайтесь честно, у кого есть такое восприятие слов, дисциплина, привычки, системность, как каких-то понятий, которые вызывают отторжение, страх и чувство, что кто-то вас ограничивает? Напишите в чат. Я, блин, взрослый, а тут опять какие-то ограничения и жить по плану, и ни шагу влево, ни шагу вправо. Да, трэш. Мне, кстати, часто так говорят. Да, есть такое. Потому что в детстве нас так учили. Это правда. Но мы взрослые, мы не дети. Прием. Мы выросли. У нас все по-другому. Мы как сами план поставили, так сами его отменяли. Знаете, мужик сказал, мужик обратно слово взял. Ну, это про нас. Ладно, на самом деле, то, что вы описываете, это дисциплина курильщика, это то, что не работает. А про дисциплину здорового человека мы сегодня будем тоже говорить, и я расскажу вам 9 принципов дисциплины здорового человека. Те принципы, которыми пользуюсь я, и что на самом деле работает. Что важно понимать сейчас? Что привычка, очень важно, я подчеркиваю, это автоматическое поведение, для которого не нужно прикладывать дополнительные усилия. То есть это действия, которые мы совершаем автоматически, и которые нам делать легко. И на самом деле, вся наша жизнь состоит из привычек. Если вас пугает слово привычка, просто вдумайтесь в это. Мы встаем как-то привычно, по будильнику, без будильника. Мы совершаем кучу действий по привычке. Они идут в определенные последовательности, тоже по привычке. Мы даже маршрутом каким-то одним идем на работу, тоже по привычке. Мы делаем какие-то дела целый день, и весь наш день состоит из каких-то действий, и большая часть из них автоматическая. У нашего мозга нет столько мощностей, чтобы каждый раз обдумывать каждый шаг, который мы сделаем. Чтобы каждый раз осознанно, не знаю, брать кружку, делать глоток воды, чтобы попить, попить, если нам хочется попить. То есть большая часть нашего поведения автоматическая. И вопрос только в том, какое поведение у нас закреплено. В наших силах закреплять определенные модели поведения. И речь не только о том, чтобы брать какие-то попсовые привычки, типа рано вставать там. Ну, ладно, это хорошая привычка, рано ложиться, я бы даже сказала. Ну, у всех есть какой-то такой ассоциативный набор привычек, типа медитировать, рано вставать, что-то там спортом утром заниматься. И все думают, что привычки – это вот это. Это если каждый день бегать 10 километров, вот это привычка. Кайф. Нет, на самом деле, привычка может быть мыслительная. Критиковать себя – это офигеть какая привычка. Я постоянно критикую себя и я отучаю себя от этого автоматического действия, потому что оно автоматическое. Я осознаю, когда я себя критикую, я прививаю себе другую модель. Привычка может быть даже, не знаю, останавливаться перед тем, как хочешь наорать на человека. Абсолютно любое поведение, любое действие у нас может быть нами изменено. И есть хорошие новости, что усилия в этом нужны только в начале. Да, в среднем формирование привычки занимает 66 дней. От 20-30 в среднем до 200, по-моему, плюс-минус. В зависимости от того, насколько сложна эта модель поведения. Нет единой цифры, потому что некоторые модели поведения внедрить легче, некоторые сложнее. И чем сложнее модель поведения, тем дольше будет привычка встраиваться. Ну, просто потому, что это сложно. Но в среднем это 66 дней до появления уже такого серьезного базового автоматизма. То есть усилия нужны только в начале. Мы себя ставим на эти рельсы, строим их там, стараемся, а после этого мы можем на этих рельсах спокойно ехать, прикладывая к этому совсем минимальные усилия, потому что эта привычка перешла в разряд уже автоматических. Именно поэтому мне не надо заставлять себя ложиться рано. Я позаставляла в свое время. Когда я уволилась из найма и начала быть блогером, и стала фрилансером, у меня были долгие периоды каких-то непонятных шатаний, когда я ложилась, не пойми во сколько. И в 21 году я осознала, что так дальше не пойдет, что мне подходит режим, когда я ложусь рано, до 22. И я систематично работала в этом направлении. Причем у меня были периоды, когда получалось, потом были откаты, были сильные периоды стресса. В начале миграции я вообще спать не могла. Но потихонечку, с провалами, откатами, я шла все равно туда. И сейчас у меня это не вызывает практически никаких сложностей. Я просто привыкла. И я привыкла к огромному количеству вещей. Я привыкла тренироваться каждое утро. Я тренируюсь каждое утро 20-40 минут. Может быть, у меня раз в неделю выходной, ну, типа того. Но можно считать, что каждое утро у меня тренировка. У меня это не вызывает никаких вопросов, никаких торгов с самой собой. Минус в том, что это заняло лет 5. Начнем с того. К тренировкам почему-то долго привыкаешь. Я, наверное, года 2-3 подстраивалась. И года 2-3 я себя заманивала в зал через сауну, в которую я пойду после зала. Это, кстати, лайфхак. Добавлять к неприятной привычке приятную привычку. Так и приучаешь себя. Ну, в общем, не важно. Фишка в том, что все то, за что люди меня часто хвалят или привозят в пример, или все то, что вы хотите перенять себе, вы говорили себе, в начале вебинара писали это. Все это у меня происходит. Ну, не то, что само собой, но я не прикладываю практически усилий к этому. К тому, чтобы вести блог регулярно, к тому, чтобы отдыхать. К отдыху отдельная дисциплина нужна. Я прям приучала себе к определенной схеме отдыха, к тому, чтобы ложиться спать, тренироваться и так далее. После этого я привила одну привычку, пожинаю плоды, прививаю следующую привычку, пожинаю плоды. Тоже, кстати, лайфхак делать последовательно. Мне нужно сразу 12 привычек, а то я видела, как на марафоне люди сразу по 10 бахали. Нормально. Сойдет. Нет, одна вообще нормально. В целом, вся наша жизнь это, если подумать, приучение себя действовать и мыслить определенным образом. Просто так же, как мы вначале обсуждали, это может идти как-то само собой, это можно плыть по течению, и что там сформировалось, то и сформировалось. Вот какие есть у нашего окружения привычки, мы просто себе их забрали или там подсели на какой-нибудь дешевый дофамин, так и сидим, не осознавая. Либо же это может быть какое-то осознанное действие, пусть через дискомфорт в начале, но через регулярное повторение небольших действий мы себя заново приучаем, потому что наш мозг очень пластичный, наш мозг можно переучить. И для этого нужно просто регулярно делать какие-то маленькие, несложные шаги. То, как работает трекер привычек, то, почему он работает лучше всего, а не потому, что себя надо заставлять бегать 10 километров по утрам в 4.30. Нет, совсем все не так. То есть в целом мы в любом случае действуем автоматически, и либо мы выбираем, что за поведение у нас будет автоматическое, либо мы не выбираем, и что налипло, то налипло. Давайте поговорим об этом сейчас, возьмем небольшое интервью у человека, который на своем примере это доказал. Эня Таипова у нас на связи сейчас прямое включение с конференции. В общем, Эня у нас тоже с самого начала, как и я, тестировала наш трекер MoveUp. Она до сих пор пользуется, благодаря тому, что у нас трекер социальный, я могу зайти к ней посмотреть, я на нее там подписалась и захожу, проверяю галочки. Они там все стоят всегда больше, чем у меня даже, блин. Что сделала Эня? Она внедрила комплекс утренних привычек, там, ну, типа магия утра, то есть там медитации, дневник, тренировка, что-то еще. Сейчас она расскажет. И за счет этого она стала работать меньше, но при этом концентрированнее и продуктивнее. Она тоже блогер, она эксперт по блогингу, по продвижению через Reels, и у нее офигенский вообще контент, рекомендую подписаться. И буквально вот сейчас, я не вру, она сама это сказала, она благодаря новым привычкам сделала запуск свой рекордный на 7 миллионов рублей. Эня, расскажи, пожалуйста, про твои отношения с привычками и как вообще, как тебе этот процесс их внедрения, сложно или нет? Всем привет, привет. На самом деле есть такие привычки, например, многие хотят научиться снимать Reels регулярно, снимать Stories, вести блог. А у меня это уже настолько на автомате, потому что я, как и ты, трудоголик. То есть вести блог вообще легко, я могу 24 на 7 этим заниматься. Но есть такие привычки, которые я всегда откладывала, которые отвечают за мое эмоциональное состояние. Как раз ты об этом говорила, что это очень влияет на трудоспособность, на результативность. И я понимала, что мои результаты стоят на месте, потому что инструменты, которые мне нужны были, уже давно изучила, но они мне не помогали вырасти. Потому что эмоционально я не чувствовала себя прямо на каком-то подъеме, чтобы сделать какой-то рекорд, чтобы сделать крутой запуск. И я поняла, что мне нужно работать над состоянием. Я выписала себе пункты, которые влияют на мое состояние, на мое спокойствие. Это были, получается, медитации. Я очень давно хотела начать медитировать, у меня не получалось делать это регулярно. Сейчас я это делаю, кстати, каждый день, абсолютно. А далее тренировки — это либо йога, либо занятие над осанкой, чтение и прогулка. И вот я взяла себе за правило не то, чтобы просто делать их каждый день, а пока я не выполню вот эти утренние привычки, я не приступаю к работе. Соответственно, я просыпалась рано. Офигенски. Да. То есть ты можешь сказать, ну ладно, у меня тут задача поважнее есть, я пойду лучше пока поработаю, стори сделаю, а потом помедитирую. И если я так делаю, я медитацию потом до конца дня откладываю и могу вообще, например, не сделать. А если я, ну типа, всё, пока не начну работать, пока всё не сделаю. И это офигенно сработало в моём случае. То есть работать я люблю, а вот эту утреннюю рутину не любила. А сейчас всё люблю, получается. Я чувствую, как это отражается. Я реально стала спокойной. Меня вообще не выводят какие-то ситуации, типа, на падение охватов. Недавно нашу презентацию взломали, а она просто, там, вебинар пошёл вообще не по плану, всё сорвалось. А я такая, типа, ну ладно, делал второй раз вебинар, ничего страшного. Я чувствую, что меня вообще как будто вот не вот так вот качают, как обычно, а я просто стабильно, спокойно. Ну, конечно, бывает в любом случае перепады настроения, но они не такие значительные. И сейчас я вообще не представляю свою жизнь без этих привычек. И мне кайфово именно заходить в приложение и ставить эти галочки. То есть от самого факта вот этих галочек в приложении я жду следующий день, чтобы снова поставить эти галочки. А если этих галочек нет, конечно, я немного расстраиваюсь, что сегодня, ой, блин, я не все привычки выполнила. Но тут тоже есть такой лайфхак, что когда ты пропускаешь привычку, не нужно её бросать. То есть один раз пропустить не страшно. Главное пропустить и вернуться снова, что, типа, не всё так уж плохо от того, что я один день не помедитировала, и я не стала снова такой же, там, как, летать, пару месяцев назад. И вот это меня как бы держит. На плаву, несмотря на пропуски, я дальше иду в приложение. Я уже продлила подписку ещё на полгода, потому что я прям вообще не представляю уже жизнь без приложения. Спасибо огромное, что поделилась. Твоя история безумно вдохновляет. С нами была сейчас Эня Таипова, блогер и эксперт по блогингу и продвижению через Reels. Ещё, оказывается, супер дисциплинированный человек с привычками. Кстати, суперский лайфхак использовать кнопочки в приложении как источник дофамина. То есть мы, когда тыкаем, это у нас выделяется дофамин, и поэтому у нас так приятненько нажимаются эти кнопочки. Специально сделан звук, там специальный хороший. Вот. Ну что, давайте двигаться дальше по презентации. Очень хорошую мысль, кстати, сказала Эня на тему того, что не всем нужно работать над действиями, трудоголикам нужно работать над состоянием, ну и не только трудоголикам. То есть привычки мы можем внедрять не только в отношении того, чтобы что-то сделать. Почему у многих из вас возникает сопротивление внедрению привычек или дисциплине? Потому что кажется, что это навешивание на себя чего-то еще, чего-то сверху, а мне и так тяжело. В смысле, я еще что-то буду делать? Я и так зашиваюсь на работе, у меня и так нет сил. В смысле, еще что-то мне нужно будет каждый день делать. Фу, лучше не надо. Но по факту, я, например, работаю над привычкой работать меньше. Как вам такое? То есть у меня стоит в трекере привычка заканчивать работу в 18.00. И не всегда у меня там галочка. То есть я целенаправленно работаю над сокращением рабочего времени. То есть трекер привычек – это инструмент, который очень гибкий, очень адаптивный. Он подстраивается под ваши цели, под вашу ситуацию. И это не только для тех, кто, не знаю, ничего не делает, не может влиться. Это для тех, кто делает слишком много, в том числе. Привычки – это всегда очень-очень уникальная история для каждого своя. Ну что, едем дальше. В целом, если подвести итог, как все работает, все, что нам нужно сделать, это понять, что мы хотим. Мы это сделали с помощью практики. Понять, какие привычки нам для этого нужны. То есть мы понимаем задачи, мы понимаем цели. Просто пытаемся понять, чтобы, например, прийти к состоянию расслабленности, легкости и маленького, небольшого количества работы через три года. Вот будущая Саша, она что сейчас делает? Она работает с восьми утра до восьми вечера? Или, может быть, она над чем-то другим работает? У нее много проектов? Или, может быть, мало, но при этом они суперкрутые? И таким образом, просто через логику, через размышления, мы понимаем, какие конкретно шаги нам нужно предпринимать сейчас. Либо не понимаем, и тогда обращаемся к различным специалистам, берем мнение, узнаем опыт других людей, смотрим YouTube, кто там, как справлялся с этой проблемой. Я очень рада, что вам нравится вебинар. У меня телефон садится, блин, 6% осталось. Соответственно, понять, что ты хочешь, что тебе нужно для этого делать, и самое главное, это дать себе время. Напоминаю, 66 дней в среднем, то есть может быть и больше, и это только до того момента, как поведение начинает становиться автоматическим. И действительно бывают срывы. У меня и не по одному пропуску галочки. У меня вот сейчас, например, одна привычка уже дней 10, по-моему, не выполнена. И ничего страшного, я ее пока не убираю. Я ее оставляю, я хочу продолжать ее делать. Просто по каким-то причинам у меня не получается ее выполнять. Но при этом я наблюдаю и смотрю, как сделать так, чтобы все-таки получилось. Так, пока что вот я буду без связи с вами. У меня забрали телефон, чтобы поставить его на зарядку. Понять, что ты хочешь, что тебе для этого нужно делать, и дать себе время. Очень важно. Можно облегчить внедрение желаемого поведения. О, все, я с вами на связи. Это произошло быстро. Спасибо большое. Есть способы, как облегчить внедрение привычки. Я их вам сейчас покажу. Это, во-первых, дать публичное обещание. В блоге, например, сделать реалити-шоу. Вот я рассказываю, что я борюсь с трудоголизмом. Сразу как-то сложнее съехать. Любое публичное обещание в блоге другим людям, в паре с кем-то это делать, в трекере привычек, чтобы на вас люди подписались и смотрели, как вы галочки ставите, всегда будет усиливать вашу мотивацию и становится легче. Потому что мы социальные животные. Нам очень важно мнение других людей. Подсознательно мы всегда стремимся другим людям понравиться. И быть непоследовательным это как бы опасно для нашего первобытного мозга. Поэтому, если мы что-то пообещали, то, как правило, больше вероятность, что мы это сделаем, чем если мы просто молча решили что-то сделать. Очень помогает группа единомышленников. Именно поэтому мы приложение делали социальным, потому что мы хотели сделать такое комьюнити, там, где люди движутся к своим целям. Там, где люди не плывут по течению, там, где люди стараются управлять своей жизнью, там, где они идут к какому-то лучшему будущему. В целом, окружить себя в группу людей, которые тоже идут к таким же целям, у которых такие же интересы. Это всегда плюс сток мотивации. Кто пробовал вести блог, тот знает, что одно дело, когда ты, не знаю, просто у себя на обычной работе, говоришь, я веду блог, и никто тебя не понимает, типа, ты что, хочешь инфо-цыганином стать? Или, ха-ха, ну где твои миллионы подписчиков? Другое дело, если вы общаетесь в группе таких же начинающих блогеров, и никто не высмеивает, наоборот, поддерживают вас на обучение, поэтому люди ходят, очень хорошо работают. Третий пункт это добавить эстетику и удовольствие, надеть красивую форму в спортзал, снять красивую сториз, выбрать классную локацию, чтобы это делать. Не знаю, это мои способы. Как-то окружить это чем-то красивым, чем-то приятным, и чем-то, что позволит вам получить больше удовольствия от сделанного. Поэтому люди покупают красивую спортивную форму, прежде чем пойти в зал. И, наконец, сделать себе награду за выполнение, какую-то приятную штучку, которая будет ассоциироваться с привычкой, которую мы хотим внедрить. Это то, о чем я рассказывала, что ходила в зал, думала про сауну, в которую я пойду. Или же прививаю себе привычку медитировать, стараюсь медитировать всегда в красивом месте, там, не знаю, в красивой одежде, с красивым видом, хотя с закрытыми глазами медитирую. Но так приятно открывать глаза и видеть красивое. Я поэтому на Бали минимум два раза в неделю ездила на рассвет медитировать, потому что просто приятнее медитировать на рассвете у океана, чем просто дома на кровати в то же время, почему-то. Вот. Поэтому думайте, как можно не просто упростить привычку, хотя упрощение, кстати, тоже очень хороший способ повысить вероятность, чтобы был зал близко, чтобы было время выделено, чтобы никто не мешал в это время, ну, запланировано, чтобы было. Там, собрать форму с вечера, тоже инструмент. Но в целом, награда за выполнение, какая-то приятная привычка бонусом, это все очень сильно, очень сильно помогает. Ну, конечно, самое главное, что работает, это понимать, а зачем мы делаем то, что мы делаем. Что нам даст эта привычка, куда мы вообще идем, что мы от нее ожидаем. И тут как раз-таки очень важно, что вы сделали эту практику в начале, потому что она дает ответы на эти вопросы. И мы понимаем, зачем нам вообще это. Потому что абстрактно мы в целом все все знаем. Мы знаем, что вроде как, ну, надо нормально питаться, это правильно, нужно спать, ложиться вовремя. Ну, наверное, нужно учиться и инвестировать в свое развитие. И вроде как классно работать на любимой работе и так далее. Мы очень, мы все прекрасно знаем. Мы знаем вообще, как жить эту жизнь, но не всегда ее живем. Потому что к реальным действиям мы переходим только тогда, когда понимаем конкретные последствия для себя. Что если я буду неправильно питаться и наемся на ночь какой-нибудь билиберды, то наутро я проснусь и у меня будут отеки. И я буду некрасивая. Или что если я буду сидеть в телефоне до трех часов ночи, то наутро я встану и буду без сил. А я хочу завтра быть силами, потому что мне очень нравится проживать свою жизнь по утрам красиво, ярко, интересно. Или что если я буду работать без выходных, то я просто буду ненавидеть свою работу, а я хочу любить свою работу, потому что она мне нравится, я ее выбрала, я хочу сохранять страсть к своему делу. И вот как только мы сталкиваемся с конкретными последствиями внедрения или отсутствия внедрения какой-то привычки, только тогда мы начинаем действительно ее делать. Именно поэтому все вот эти шутки про пенсионеров и про то, что к 30 годам мы начинаем что-то там спать, рано ложиться, за здоровьем следить, просто мы чего-то начинаем соображать. Начинаем соображать, что важно, что не важно. Иногда для того, чтобы ввести в свою жизнь желаемое поведение, нужно оттолкнуться от дна. И именно это со мной произошло этим летом. Многие, наверное, знают, что этой весной на меня завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Это было в новостях и в блоге у меня было. Многие видели. И внешне я держалась нормально. Ну, то есть я понимала, что мы со всем справимся, что у меня есть команда и есть стратегия, мы работаем, мы все сделаем, все будет хорошо, мы выплатили сразу же сумму долга, мы работаем над тем, чтобы вести взаимодействие с налоговой службой. Но при этом внутренне у меня все равно был стресс. У меня был очень сильный стресс, который я даже не осознавала. Потому что такие истории это очень сильное давление. Точно так же, как сильным давлением была эмиграция, хотя вроде бы я достаточно быстро освоилась. И это уголовное дело очень сильно на меня повлияло именно внутренне. За счет того, что я не управляла стрессом, за счет того, что я даже не осознавала, насколько это сильно. Я просто думала, ну я стойкая, я справлюсь, я сильная. И это правда, я очень сильная и стойкая. Я действительно справляюсь всегда прекрасно со всеми жизненными сложностями. Но за счет вот этого давления, за счет дополнительного стресса я стала принимать неверные решения. Я перестала мыслить стратегически, я стала делать действия, которые приводят, допустим, к заработку в моменте, но они наращивают активы в будущем. И даже несмотря на то, что я продолжала держать режим и старалась ложиться спать вовремя и нормально питаться, многие помнят, что я начала переедать сладким просто от стресса, что мне было сложно уснуть тоже, что я в целом начала перерабатывать. То есть я подумала, я решила, вот такое решение приняла, что, наверное, мне теперь надо работать прямо с утра до ночи. И я очень стала много работать. И от этого мне стало еще хуже. И в конечном счете я обнаружила себя в очень сложной ситуации, в плохом состоянии и с какими-то незакрытыми дырами, с кассовым разрывом. Я писала об этом в блоге в одном из постов. Вы можете зайти в хайлайт стресс и прочитать об этом подробнее. Я делала рассказ о том, что я делала и что происходило. Ну, в общем, череда неверных решений привела меня в точку, в которой мне пришлось осознать, что я принимала неправильные решения. И это осознание ко мне пришло в отпуске. Я ушла в отпуск и начала понимать, во что превратилась моя жизнь. И после этого уже все пошло по-другому. Ну, ладно. Не буду уже рассказывать. Можете зайти в мой влог, в Инстаграм. Там есть пост об этом, там есть сторизы об этом, актуальные, сохраненные. Рилс я про это сняла. Можно ознакомиться, так сказать, с материалами дела. Погнали. У меня есть 9 принципов мягкой дисциплины, которыми я пользуюсь и которые я рекомендую всем использовать в своей жизни вне зависимости от того, в какой точке вы находитесь сейчас, куда вы идете, какое у вас сейчас состояние. Это подходит для людей любой профессии, любого пола, любого возраста. На мой взгляд, это 9 универсальных принципов. Давайте их разбирать. Первый принцип мы уже затрагивали. Останавливаться – это нормально. Настоящая дисциплина заключается не в том, чтобы начать что-то и никогда не заканчивать. Потому что, когда мы мыслим категорией «Ух, с понедельника новая жизнь, я теперь А, Б, В, Г, Д, занимаюсь спортом, бегаю 10 километров с утра, я утрирую, но тем не менее, правильно питаюсь» и так далее. «Все, я теперь всегда буду делать именно так». Прошлая жизнь меня не устраивает. Вот эта вот деструктивная, отстойная привычка – просто говно. Мне она не подходит, я теперь буду только по-здоровому, классно жить. Или, знаете, когда мы несколько дней поделаем полезные привычки, что-то хорошее, правильное поделаем, мы такие «Все, никогда больше не вернусь». Естественно, у нас происходит срыв или откат. Это происходит всегда. Это нормально. Прогресс никогда не строится в виде прямой линии вверх. Он всегда череда провалов. Но при этом, если посмотреть на общую картинку, грамотная дисциплина ведет к тому, что общий тренд идет наверх. То есть общий график все равно улучшает ситуацию. И поэтому, несмотря на то, что с 2021 года, или когда я там начала сном заниматься, у меня было множество периодов, когда я ложилась очень поздно, или когда у меня сбивался режим, особенно во время стресса, то есть когда запуск, когда напряженная работа, сон хуже, это нормально. Тем не менее, общая сумма дней, когда я сплю хорошо, у меня повысилась. И теперь 90% дней я засыпаю именно в нужное время, до 10 часов вечера. То есть этот путь занял у меня несколько лет. И если бы я в первый же раз, когда у меня все пошло в жопу, сказала бы, ну и все, ладно, все или ничего, вот это вот наше любимое, то этого бы не было. Поэтому правильная дисциплина это всегда череда остановок, это всегда остановки на пути. На самом деле дисциплина это как в медитации. Главное в медитации это возвращение фокуса. И главное в дисциплине это тоже возвращение фокуса. Вот. Следующий пункт это был инсайт инсайтов для многих. Но в трекере привычек не должны быть все галочки за день. На самом деле, если мы ставим цель ставить все галочки и выполнять все задачи на день, эта цель изначально нереалистичная. То есть это просто тупо невозможно. Мы ставим своей психике задачу, которую она не может сделать. А когда мы ставим своей психике задачу, которую сделать просто нельзя, никто не может это сделать, постоянно ставить все галочки, даже я, мы просто заканчиваем. Мы такие просто в пизду вообще этот трекер, не буду его вести в принципе, забили. Либо все, либо ничего. Это очень опасная игра. Просто знаете, что наш прогресс наступит, даже если мы делаем перерывы, пропускаем, да даже если мы на две недели забили на какую-то привычку, это нормально. Что делает трекер? Он нас дисциплинирует просто фактом своего существования. Просто тем, что мы поняли, чего мы хотим, поняли, что для нас важно, поняли, что для этого нужно делать, зафиксировали это в трекере и живем с этим знанием. Это как система раз. Главное – это дать нашему мозгу задачу. И даже если в этом сраном трекере не будет ни одной сраной галочки, мы все равно будем более дисциплинированными, чем если трекера нет вообще. Третий пункт – это план для нас, а не мы для плана. Очень частая мозговая ловушка, тоже я склонна на самом деле, это когда мы построили какое-то планирование, у нас что-то не получается, и мы начинаем беситься, переживать из-за этого, критиковать себя из-за этого. Хотя по факту это просто список дел для нашего удобства. Для нашего удобства, а не для обязательного исполнения во имя всего вообще. Мы никому не должны ничего. План – это просто список дел для нашего удобства. Соответственно, планы можно менять. С людьми можно передоговариваться, с собой можно передоговариваться. Если мы чувствуем, что нам дискомфортно, что нам не подходит это, мы можем сделать по-другому. Конечно, всегда нужна доля усилий и дисциплины, особенно в начале внедрения какого-то нового действия. Мы об этом уже говорили. Но при этом при всем есть здравый смысл. Ну, если нам плохо, если мы заболели, или у нас там ПМС жесткий, или что-то еще произошло, магнитная буря, я не знаю. Но абсолютно нормально, если мы смотрим на свой суперзагруженный список дел, у нас там тренировка в зале с тяжелыми весами, и спокойно не идем на нее. Это нормально. Потому что, еще раз, план для нас, а не мы для плана. Вдумайтесь в это. Это суперважно. Еще одна мысль, в которую я призываю вас вдуматься. Вы никому ничего не должны. Ничего и никому. Еще раз повторяю, вы никому ничего не должны. Вы не должны оставаться в партнерстве, из которого вы хотите уйти. Вы не должны работать над какими-то проектами из чувства долга. Вы не должны соглашаться на все предложения, которые вам поступают. Вы не должны помогать никому, если вы этого не хотите. Возможно, мы должны своим детям. Возможно. И это, наверное, единственное исключение. И то, знаете, есть все равно рамки и границы. Мы даже себе на самом деле ничего не должны. И эта мысль очень освобождает. Потому что столько дел мы делаем, потому что, ну, как-то уже неудобно отказаться. Ну, я вроде пообещал. Или, знаете, дают, бери. Особенно на заре фриланса, когда мы только ушли, мы хватаемся за все, что можно. И сначала эта стратегия работает. Но в какой-то момент ее нужно заканчивать. Самое худшее, что вы можете сделать для проекта или для человека, это помогать ему или работать с ним из чувства какого-то мнимого долга, мнимой ответственности или из страха отказать, страха отвергнуть чего-то, что мы сами себе надумали. Поверьте мне, люди способны справиться со своими чувствами от того, что вы выйдете или что-то не будете делать, или не будете им помогать, или от того, что вы займетесь своими делами, а не их делами. Они достаточно взрослые, они достаточно, не знаю, выживающие и так в этом мире без вас. Не все на вас держится. Сюрприз. Для меня тоже, между прочим, я над этим работаю. Никто вообще не умрет от того, что вы хотя бы разочек выберете себя, а не других. Но при этом, если вы пойдете в честность, если вы пойдете в открытость и будете прямо говорить с людьми, заявлять о своих желаниях, о своих потребностях, понимать, чего вы хотите и чего вы не хотите, и все-таки проходить через этот дискомфорт, когда вам нужно сказать «нет, выйти, отказать, что-то не сделать». Вы такую жизнь для себя откроете. Вы не представляете. Вот за этой границей, за этой гранью на самом деле начинается настоящая, крутая, полноценная, яркая жизнь. Жизнь без лишних встреч, потому что ну надо, ну меня позвали. жизнь без лишнего общения, без проектов, которые тяготят, жизнь без задач, которые, ну, не очень-то и важно выполнять. Жизнь без людей, с которыми не хочется иметь дело и с которыми не хочется работать. Но мы почему-то продолжаем, потому что, ну, вроде начали как-то сливаться не очень хорошо. Нормально сливаться. Все нормально. Все ситуации можно решить. Везде можно договориться. Главное — везде выбирать себя. Следующий пункт из девяти принципов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В середине мы уже. На самом деле для внедрения изменений не нужно использовать 10 привычек, 12 привычек. На самом деле достаточно одной. И это такой лайфхак, который я всем советую применять. Большая часть успешных кейсов и большая часть людей, которые пришли к каким-то изменениям, внедряли одну, привычку. Причем даже на самом деле пофиг какую. Ну ладно, не пофиг, все-таки нужно понять, что самое главное. Это к слову о приоритетности, о важности. И внедрять ее. Очень полезно внедрять привычки последовательно. То есть сначала одну там или две, потом еще одну, когда эта прижилась, еще одну, еще одну. И так у нас за год уже, не знаю, плюс пять, плюс шесть привычек, и можно следующие, следующие внедрять. Я недавно ходила в банк со своим агентом, с Лилей. Привет, если смотришь. Маккером привычек, приложением. И я внедрила всего одну привычку ложиться спать. И это просто все поменяло. Вот всю жизнь поменяло. Я начала раньше вставать, лучше работать, более женственной стала, там переехала в крутую квартиру. То есть одна привычка очень часто тянет за собой целый слой изменений, огромный слой жизненных изменений. И немаловажно, что когда мы внедряем сразу несколько привычек, гораздо легче слиться. И это тоже, знаете, проявление такого мышления все или ничего. Если уж привычки, сразу восемь. Если уж зо, то сразу по полной. И питание строжайшее, и тренировки, и, не знаю, медитацию каждое утро, и вечер по полчаса. Да вы забьете через четыре дня. Сделайте себе тренировки три раза в неделю, на питание вообще пока забейте. У меня, кстати, вот тренировки были привычкой, которая привела меня в питание. Сама без усилий. Просто вот одну привычечку возьмите, маленькую какую-то, крохотулечную. Не знаю, телефон убрать за час до сна. Вот возьмите такую привычку. Ладно, это сложная привычка. Вообще, все что угодно. Делайте пять минут медитации утром. Вот такую возьмите привычку. И посмотрите, что будет. Вот не думайте, просто делайте каждое утро одну привычку. В бесплатной версии трекера можете скачать и поставить. И отмечайте. И после того, как вы внедрите одну, у вас потянется еще одна, потянется еще одна. Постепенно можно количество привычек наращивать. Эти профессионалы привычек, типа меня, могут ставить много. Но и то, у меня большая часть привычек, это не что-то новое, а что-то, что я просто отслеживаю. Это разные вещи. То есть мне важно просто отслеживать некоторые привычки в приложении, но из них новых у меня всегда до трех. Больше трех уже не работает. Спать по ночам. Ну, неплохая привычка, в принципе, нормальная, подходит. Следующий пункт это то, что привычки на состояние прежде всего. Просто возьмите за правило, что не нужно сразу ставить какие-то рабочие привычки, делать 58 stories, ну или вообще делать stories и так далее, если у вас с энергией и с состоянием, со стабильностью проблемы. Вот то, что я не говорила. Попробуйте начать с привычек на состояние, и они подтянут за собой работу. Не наоборот. То есть привычки и состояние всегда влияют больше на результат в работе, чем привычки на работу, как ни странно. И уже потом на это можно наслаивать какие-то рабочие привычки. Следующий пункт это окружать себя поддерживающими людьми. Это тоже очень важно, это тоже про среду. Я поняла, что если рядом со мной люди, которые, например, не знаю, ну там, постоянно едят Макдональдс, то мне, человеку, который не любит Макдональдс вообще, то есть я его уже давно не ем и не люблю, все равно приходится периодически раздумывать, а не съесть ли мне Макдональдс. Просто потому, что среда тянет в сторону среды. Если же вокруг нас люди, рядом с нами люди, которые, в принципе, движутся в том же направлении, что и мы, то эта среда наоборот тянет туда, куда надо. И вот вы помните про свою точку из практики? Окружайте себя людьми, которые либо это умеют, имеют уже, либо они к этому идут. И вы примерно на одних ценностях, на одном языке говорите. У вас сразу же результаты вырастут даже без трекера, даже без внедрения каких-либо привычек дополнительных. Вот. Просто за счет того, что, не знаю, насколько это правда, что мы среднеарифметическое пяти людей, которые с нами общаются, ну, возможно, что-то в этом есть. Я точно поняла, что в этом точно что-то есть. Картошечка, захотелось в мак. Вот, простите, пожалуйста. Давайте про что-нибудь другое скажу. Салат с креветками, авокадо, заправленное оливковым маслом, что еще сказать, стакан чистой воды с лимоном, не знаю, помедитировать, там посидеть. Захотелось или как? Могу вам 25-й кадр вставлять в сторизы свои. Идут мои сториз про жизнь потом хоба? Салатик. Кстати, я подписываюсь на людей, у которых мне образ жизни нравится и образ жизни которых я хочу перенять. И просто за счет того, что я смотрю их сториз, мне больше туда тянет. Принцип приоритетности. Тоже обсуждали. Это понимать, какая одна задача главная за день. И здесь лайфхак. Это короткая медитация утром, в которой мы ставим основную цель. Это понять, что сегодня главное. Как я хочу прожить этот день. Что мне важно сегодня сделать. И с чего мне важно начать. И дальше просто иметь такую толику дисциплины. Не саботировать эту задачу. Потому что иногда, когда эта задача сложная, мы начинаем делать все, что угодно, кроме нее. Хотя понимаем, что на свежую голову она прям ляжет классно. Тоже без самонасилия. Ну, иногда нужно себе сделать такое более долгое, медленное утро. Иногда нужно попозже приступить к делам. Но в целом, основное правило у меня, что главную задачу я делаю первой. Но, допустим, когда я делала стори-теллинг про свою жизнь, у меня уже две главы вышло. Кто не видел, зайдите. Я сделала в Инстаграме главы про свое детство и школьный возраст. Обратная связь офигенская. Просто душевно, классно. Всем понравилось. Все были в шоке про какие-то факты. Но мне нравится результат того, что получилось, но при этом делать было сложно этот стори-теллинг. То есть там надо и фотки эти старые найти, и написать эти 80 сториз, и посмотреть, не знаю, сценарий там весь, перечитать 100 тысяч раз, потом оформлять их еще полдня. Ну, то есть это сложная достаточно задача, которая делает классный выхлоп. Она очень важная, она приоритетная. Это вообще самое главное, что можно вообще для блога сделать, рассказать свою историю. Но, тем не менее, взяться за нее было сложно. И в дни, когда мне надо было работать над этой главой, я такая, о, сначала пойду, не знаю, пост напишу. Потом такая, о, телеграм, быстренько, быстренько прочитаю телеграм, потом сяду за главу. И в итоге полдня проходит, ты уже уставший, и все. Картошка фри, один из самых вредных продуктов. Кушайте на здоровье. Да, кстати, очень классная книга на эту тему «Съешь лягушку». Съешь эту лягушку. Она коротенькая, но она такая четкая. И вторая, которую я сейчас читаю, просто гениальная. Какая-то книга называется «В фокусе». У меня хайлайт книги, она там есть. Можете зайти в Инстаграм посмотреть. Показываю ее, рассказываю основные тезисы. У меня даже прямо сейчас на заставке телефона надпись из этой книги «Одна вещь». Потому что это супер важно. И последний принцип это то, что самокритика это наш враг. Я уже про это рассказала, и я привела пример, который я хотела приводить. Но в общем и целом мы склонны обесценивать то, что сделано, и переоценивать то, что нами не сделано. И это не более, чем мыслительная привычка. Это еще одна привычка, которую можно просто внедрять, и над которой можно работать. Если вы начинаете замечать, что вы себя осуждаете за что-то, что вы думаете, я сделал недостаточно, или, блин, я не успел сделать задачи на день, или, о боже, у меня не все галочки в трекере. В общем, как только вы замечаете самокритику, что вы себя вот так вот тюкаете, просто садитесь и выписываете. Если вы сидите, думаете, блин, ничего не успела сегодня, садитесь и записываете, что ты делал сегодня. Обычно в случае таких мыслей человек делал там 12 дел. Вот. То есть на самом деле реальность очень часто отличается кардинально от того, что мы себе думаем. Или как у меня было с трудоголизмом. Да я вообще ничего не продвинулась. Так я смотрю, у меня 10 пунктов просто, что я сделала, причем такого глобального, стратегического, масштабного, и то, что уже улучшило мою жизнь. И я такая, ну вот я, ничего не получается. Поэтому самокритика это наш враг. Главное, не критикуйте себя за самокритику, тоже привычка. У меня тоже она есть. Основная мысль, которую я бы хотела, чтобы вы поняли, заключается в том, что хотим мы того или нет. Но привычки у нас есть. Потому что это то, как мы живем каждый день. Это те действия, которые мы совершаем каждый день. Нет человека без привычек. Вопрос только в том, куда наши привычки нас ведут. Насколько мы их осознаем? Насколько мы понимаем, куда мы хотим двигаться? И не вступает ли в противоречие наши ежедневные действия с нашим курсом? И если да, осознаем ли мы, что с этим надо что-то делать? Вопрос на подумать, куда вас ведут ваши текущие привычки? То, что вы делаете сегодня, каждый день, вот сейчас, к чему оно приведет вас через три года, через четыре, через пять? Если вы будете продолжать делать ровно то же самое, если трудоголики будут продолжать перерабатывать, если прокрастинаторы будут продолжать ничего не делать, если те, кто боятся, будут продолжать бояться, те, кто, не знаю, не спят по ночам, продолжат не спать еще пять-десять лет, что с вами будет? Куда вас приведет? Может быть, наоборот, может быть, вы прямо сейчас осознаете, что то, что вы делаете сейчас, ведет вас вперед и влияет очень положительно на то, что вы получите в будущем. И это хорошо. Я буду очень рада, если это так. Самое главное — это задуматься. Я использую всего лишь один инструмент саморазвития. Я его использую уже пять лет. Но когда я делала сторителлинг про детство, я поняла, что я его использовала гораздо дольше, потому что в детстве моя бабушка заставляла меня вести трекер привычек. Те, кто на меня подписан уже не год и не два, заставали 100% периоды, когда я писала книгу по трекеру привычек, учила английский по трекеру привычек, переживала эмиграцию по трекеру привычек. Очень много людей переняли эту привычку у меня — вести трекер привычек. Мне до сих пор каждый день приходит огромное количество отметок вот уже много лет с вашими трекерами, с бумажными пока что. Но уже этим летом все поменялось. И это, повторюсь, еще раз единственная и самая эффективная, и самая простая, и поэтому кажущаяся какой-то, ну, странно простой, практика по достижению цели, которой я пользуюсь. Я с помощью трекера привычек написала книгу «Бестселлер». То есть когда я выкладывала в 2018 году сторис, там, где оставлю вот эти вот точечки, и говорю, я сегодня писала книгу 20 минут. Вот надо мной многие угорали. Они говорили, в смысле, а как же вдохновение? И я там что-то снимала сторис, что, типа, ребята, ну вообще это вдохновение, это не главное, и надо там что-то дисциплина. Тогда как-то еще люди не догоняли. То есть у меня тогда была реакция во многом отрицательная. Люди думали, что, ну, какой-то бред. В итоге я пишу эту книгу, она становится супер-бестселлером. Она в том году, в том году я стала вторым по популярности автором в издательстве после Стивена Кинга. То есть моя книга продавалась чуть меньше, чем книги Стивена Кинга. И это было издательство крупнейшее в стране. Больше 100 тысяч экземпляров продано. Я не знаю сейчас сколько, там уже 120 было там пару лет назад. Возможно, уже больше, потому что мне продолжают приходить отметки. Я вижу, что люди читают и покупают эту книгу. Книгу, которая была написана по трекеру привычек за 20 минут в день. Без вдохновения. Просто системно дисциплинирована маленькими шажочками. Вот она, пожалуйста, ее можно держать в руках и читать. С помощью трекера привычек я изучила английский до уровня C1. Я просто каждое утро по 10 минут учила слова, как основная привычка по английскому. Я прочитала десятки книг, в том числе на английском. Я начала читать на английском через трекер привычек. Я наладила сон, отмечая галочки в трекере. Я хорошо питаюсь, я пережила эмиграцию. Я справлялась с уголовным делом тоже с помощью трекера. Кто меня смотрел в этот период, видел, что каждый день у меня появляется моя распечатанная бумажка, и я там что-то рассказываю, показываю, что я сделала, что я не сделала. Как раз тогда очень многие тоже завели трекеры своим. И у меня давно была такая мечта, цель отойти от бумажных трекеров, которые я тоже, знаете, я заказывала у дизайнеров. Я придумывала какие-то форматы. Мне было недостаточно трекеров из интернета. Я прям заказывала свои шаблоны под свои цели. То есть я адаптировала этот инструмент под себя, часто делилась с подписчиками, они распечатывали мои трекеры. Мне хотелось уйти от бумажного трекера к приложению и создать приложение, в котором я бы реализовала самый удобный, самый идеальный, самый крутой трекер привычек, которым я бы сама пользовалась. Потому что я пробовала различные трекеры, уже существовавшие на рынке, и ни один из них у меня не прижился по разным причинам. Причем там есть хорошие приложения, и, возможно, кому-то они подойдут, ну, подходят, скорее всего, потому что ими пользуются, но мне не подошел ни один. И я продолжала пользоваться бумажками, которые в поездку ты берешь, они там мнутся, лохматятся, ты их теряешь, ты про них забываешь. В общем, это не так удобно, как пользоваться телефоном, который у нас всегда с собой, он всегда с нами. И ты всегда можешь пользоваться приложением, которое там стоит. Мой трекер у меня, вот, закреплен, то есть у меня здесь закреплены сообщения, музыка, браузер и трекер привычек. Я просто на автомате захожу туда каждый вечер в одно и то же время, делаю вечерний чекап. Кто был на закрытой презентации, тот знает. У меня была такая цель реализовать трекер привычек, в котором можно было бы не только свои привычки отслеживать, но и смотреть, какие привычки у других, делиться своими, чтобы можно было подписаться друг на друга, чтобы там была не только функция трекера, но было разное обучение, статьи, практики, медитации, возможно, курсы по софт-скиллам различным, чтобы там прям можно было развиваться, чтобы там можно было ставить цели, но основой которого являлся бы трекер привычек, максимально крутой, комфортный и красивый. И самое главное, мне хотелось сделать приложение, которым мне бы самой хотелось пользоваться каждый день, которым мне не приходилось бы себя заставлять пользоваться, в котором не было бы компромиссов. А я, как человек, который в теме трекеров уже много лет, я точно знаю, как это должно быть. Я знаю, где там неудобства, где падает мотивация, какие функции нужно добавлять. Я знаю, чего мне не хватало в других трекерах. И мне хотелось сделать приложение без вот этих компромиссов, под себя, под себя и под тех, кто разделяет мою философию. Вы. Я сделала. Вот. Приложение MoveUp. Два с половиной месяца разработки, еще два с половиной месяца всех документальных штук, загрузки в сторы, согласований, правок, работы и так далее. Но самое главное, это не то, что просто я это сделала, а что я сама являюсь фанатом своего продукта. И, девочки, это самое лучшее чувство в своей жизни. Я человек, который дольше всего пользуется своим же приложением. В системе нет ни единого, по-моему, аккаунта, в котором столько же подряд выполненных дней, как у меня. Вот видите, в правом верхнем углу на скриншоте, это я вчера сделала скрин, цифра 82. Это количество дней, которые я непрерывно заполняю трекер. 83 уже, получается, дня назад я скачала этот трекер на свой телефон. Я была первой, кто там проставил свои цели, свои привычки и начал использовать. А с тех пор я не пропускала ни одного дня. И не планирую пропускать, потому что оно реально идеальное. Ой, смотрю, аж прям нравится. Давайте пройдемся по тому, как оно устроено внутри. Для тех, кто не был на марафоне, не знает, для тех, кто вообще впервые видит меня, слышит про это приложение. Когда вы заходите на лендинг, на сайт приложения, у вас есть возможность оплатить премиум подписку. Когда вы оплачиваете премиум подписку, вам приходит письмо с кодом доступа. И, скачивая приложение, вы вводите этот код доступа в настройках и получаете все функции премиум подписки. Про это я еще расскажу, что там в бесплатной, что в платной версии. После того, как вы скачали приложение, вы регистрируетесь. Зайти можно через Apple, через Google. Можно пропустить этот шаг. Вводите коротенечко свои личные данные, придумываете свой никнейм. И после этого включается наша нейросеть, которая встроена в приложение. Она дает небольшую анкетку, буквально там минутку заполнения, в которой вы рассказываете про свою ситуацию, про свои приоритеты, сколько времени в день готовы уделять на привычки. После этого нейросеть там что-то шуршит, придумывает и предлагает вам некий набор привычек, которые вам можно было бы поставить в приложение. Это как раз для тех, кто вообще не знает, с чего начать. Вы можете эти привычки, как в Тиндере, либо свайпнуть вправо, либо свайпнуть влево, то есть либо оставить, либо добавить. И сразу же начать пользоваться. После этого вы заходите каждый день на главную страницу. Она выглядит вот так. Это какой-то старый скрин взяли. Каждый день вы видите свои привычки в виде списка задач. Вот как раз про эти галочки говорила Эня, что на них очень приятно нажимать. Прям дофамин хлещет, если честно. Сверху вы видите общую картину. Вот этого мне не хватало, кстати, во всех трекерах. Почему я захотела сделать именно так? Потому что очень часто видна либо картина за последние 7 дней, либо вообще нет вот этой вот колбаски. Потому что что классного в бумажных трекерах? Что ты распечатал эту бумажечку, и ты прям видишь общую картину. Здесь я делала привычки, здесь не делала. Вот это провисает, вот это нормально делаю. И можно сразу сделать оценку своего состояния после того, как вы все привычки выполнили. А это самое главное, потому что как только мы видим какой-то результат, и мы связываем свои текущие привычки с тем, как мы себя чувствовали, и какие у нас были результаты на следующий день или после, после этого нам гораздо легче заново принимать решение о выполнении этой привычки. Иными словами, если вы легли вовремя и проснулись в крутом состоянии, и вы это заметили, а не просто проснулись, а заметили вы это потому, что вы посмотрели на трекер, где стоят галочки, вам гораздо легче потом снова ложиться рано. Это еще одна функция трекера привычек, которую я просто обожаю. Соответственно, у нас есть на главной странице сверху вот эта вот часть а-ля бумажный трекер, а снизу удобный список задач. Привычки идут вот таким списком. Можно зайти на страницу привычек. Там суперинтересная графа топ-привычек по разным нишам. Можно просто список самых популярных привычек смотреть. Не буду споделить, сами увидите, какие привычки самые популярные зайдете, когда уже скачаете приложение. Можно, если у вас нет идей, зайти по темам. Собореализация, там, блоги, образ жизни, состояние и так далее. И есть раздел с контентом. Там у нас статьи офигенские, полезные, тоже про привычки, про продуктивность, тайм-менеджмент и так далее. Там у нас практики. Я, кстати, делаю периодически практики из своего же приложения. Просто наушники в уши, сидишь, делаешь. На стресс, на продуктивность, на ведение блога даже мы сделали. Я сказала, сделайте, пожалуйста, практику на ведение блога, чтобы послушал утром. И можно было блог вести с большей охотой и желанием, и легче было. Все сделано. Эта часть будет пополняться. Естественно, этот раздел мы будем развивать. Ну, в нем потенциал, сами понимаете, просто огромный. Мы постоянно этим и так занимаемся. Если что, у нас есть сейчас темная и светлая тема. Для премиум подписки будут еще разные темы. Мы еще сделаем разные цвета. Можно зайти в свой профиль, посмотреть, сколько там подписчиков. Вот тут мне написали 3,5 миллиона. Это, знаете, визуализация на будущее, когда в приложении будет уже 3,5 миллиона пользователей, и все будут подписаны на меня. Сейчас у меня там, по-моему, ну, пара тысяч подписок среди тех, кто уже тестировал приложение. Там вы можете сделать настройки какие-то, закрыть свой профиль, открыть свой профиль, уведомления включить, выключить. Пока что уведомлений не было, но скоро они появятся. Как раз после того, как официально в сторы мы получили аппрув. Самая крутая функция – это вечерний чекап. То, про что я рассказывала, что важное в привычках не просто их выполнять, а еще анализировать, то есть связывать свое состояние поведения и результаты с теми действиями, которые мы делаем каждый день. Вот прям прямую связь видеть. И мне хотелось функцию, которая позволяла бы наглядно это видеть. Прям какой-то график, чтобы рисовался. И я попросила разработчиков сделать вечерний чекап. Каждый вечер в 20 часов появляется возможность отметить свое состояние. И просто ставишь от 0 до 10. И смотришь. Блин, это просто капец, как полезно оказалось. То есть я отслеживаю, где у меня там ПМС. Я отслеживаю, что у меня, кажется, какой-то источник стресса есть, который я не замечаю. Кажется, у меня есть какое-то внутреннее напряжение и конфликт, если у меня вот так вот график вниз пополз. Либо я что-то не делаю для своего состояния. Или же наоборот. Я вижу, что у меня график вверху, все хорошо, продолжаем двигаться, действовать дальше. Я уже достаточно много решений, очень важных и точечных, приняла, исходя из наблюдения за своим графиком. Там есть еще рефлексия. Ну, можно отмечать. Я, честно, перестала это делать сейчас. Хочу снова вернуться. Я просто в дневнике сейчас пишу рефлексию. В целом, самое главное для меня это именно состояние по десятимальной шкале. Вот. Я эту функцию обожаю. Иногда единственное пропускаю, потому что на 8, а я в 8 уже обычно в кровати лежу. Но стараюсь все равно заходить, ставить. Надо попросить разработчиков, чтобы мне персонально открыли пораньше. В приложении можно подписаться на друзей. Оно автоматически считает дни, когда у вас не было пропусков. В нем, кстати, можно сделать привычку за вчера. То есть, если вы забыли поставить вчерашние привычки, ничего страшного, вы заходите просто за вчера и проставляете. Я периодически это делаю. То есть, если я уснула и вечером не проставила, ничего страшного. Я захожу на следующий день и ставлю. И как раз продолжаю страйк. Так, ну, спойлеры не буду. Какие у нас там топ привычек? Сами зайдете, посмотрите. Желаемые привычки можно себе сохранять. У меня есть список желаемых привычек. Типа такая база. Я насохраняла себе от всех. Потом, если что, захожу, думаю, какую бы внедрить новую, выбираю. Можно создавать свою привычку. Люди будут ее добавлять. Сами ее настраиваете. Сколько раз в неделю ее надо делать. Сколько раз в день. Нужно ли напоминание. Как она называется. И описание какое-то. Я себе создавала уникальный, потому что еще не было того, что я хочу. Но в основном мне лень. Я просто захожу и вижу, что уже насоздавали привычки, которые мне нужны. Можно ничего не делать нового. Уже там на любой вкус есть привычки. Спасибо тем, кто пользовался. Контент показывала. Разные статьи и так далее. Давайте поговорим с человеком, который также пользовался трекером и который внедрил несколько важных привычек и благодаря этому улучшил свой режим дня. У нас на связи. На связи же уже Мария Мамаева, хозяйка кондитерской. Мария, привет. Ой, какая красивая. Привет-привет. Спасибо большое, что подключилась. Привет, рада всех слышать. Взаимно. Тоже очень рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт внедрения привычек и про свой опыт пользования трекером привычек. Я хозяйка кондитерской. Я безумно горю своим делом. У меня зефирная мастерская. Поэтому в какой-то момент я заметила, что всю энергию я просто всегда, в любой момент времени, приоритет отдается там любимому делу. И я поняла, что на себя у меня сил и какого-то фокуса внимания обычно не хватает. Поэтому прежде всего в трекере привычек я завела самую базу, мне кажется. Это медитация, растяжка, потому что для кондитеров очень важно следить за шеей, за спиной. Массаж гуаша. Я выхожу в блок, поэтому мне важно работать лицом иногда. И рано вставать. Особенно вот эта вот привычка рано вставать, она хорошо закрепилась и помогает мне работать с заказами, потому что кондитеры, как правило, отдают заказы супер рано, чтобы они к 9-10 уже оказались у клиента. И благодаря этому в августе и в сентябре мы отлично просто сработали на корпорантах. Я вставала там в 5 утра, в 6 уже была на работе. И вообще как бы без напряга. И оказалось так здорово, когда ты в 10 утра уже заканчиваешь работу, и по сути весь день у тебя оказывается свободным. Ты можешь сфокусироваться на себе. А еще раз скажу, что я начала медитировать благодаря трекеру. Я во время марафона «Рывок» была как раз в отпуске, но решила не филонить. И мне кажется, главная привычка, которую я себе ставила, это просто не слиться. Поэтому слишком многого я от себя не ждала. При этом я реально медитировала. Медитировала в парках, медитировала на прогулке. Знаешь, когда раньше ты думала, что это сложно, а оказалось, что вовсе нет. Надо просто коллег-далочки и не думать. Этого достаточно. Далочки и не думать, это наш девиз. Ну реально, можно мозг отдохнуть в какой-то момент уже. Так и есть. Когда мы внедряем привычки, наш мозг отдыхает. Потому что не нужно думать, а делать, а не делать. А может все-таки слиться, а может все-таки сделать. Просто идешь, не думаешь и делаешь. Спасибо большое, что поделилась. У меня были суперпростые привычки. Спасибо большое, что поделилась. Очень ценно было узнать твой опыт. Видела фотки вот эти в парке, что в разных парках ты медитировала. Это так круто, вообще очень здорово. Желаю тебе удачи с твоей кондитерской. Выглядишь просто супер. Вероятно, это привычка про гуаша. Успехов тебе. Спасибо. Ну а мы возвращаемся к нашему вебинару. Самое главное, что важно понимать, что то приложение, которое есть сейчас, оно уже прекрасное, полноценное. Но это только начало. Потому что мы планируем развивать это приложение еще много-много лет. Внедрять в него много-много функций. Делать целую инфраструктуру для людей, которые хотят развиваться, которые хотят идти к своим целям. Которые хотят качественно, системно, без насилия, мягко улучшать свою жизнь. И на экране лишь небольшая часть улучшений, которые ждут мувап в следующих обновлениях. Мы будем делать тематические паки привычек. Например, привычки для блогеров. Взял, добавил себе просто пак блогерский. У нас будет общение внутри приложения. Можно будет делать совместные привычки. Это, кстати, очень круто для инфобизнеса. Вы, например, проводите какой-то марафон. Все добавляются в приложение и делают совместную привычку. И все отмечают одну и ту же. Возможность ставить реакции. Естественно, будет новый контент, новые статьи, новые практики. Будем внедрять ежедневные аффирмации, аффирмацию дня. Добавятся пуш-уведомления наконец-то, чтобы не забывать зайти в приложение. Потому что мне пришлось внедрять привычку заходить в приложение трекер привычек. Будет у нас хэбит тиндер, когда нейросеть будет анализировать ваш график, ваши привычки. И предлагать какие-то новые привычки или улучшения по работе со старыми. Будем внутри приложения проводить челленджи различные, спринты. Какие-то инсайты будет нейросеть давать персонально под вас. Ну и, конечно, мы добавим возможность оплаты премиум подписки прямо внутри приложения. Прямо сейчас ее нет. Можно у нас на сайте оплатить. А внутри приложения пока что нельзя. Но буквально через две недели мы это добавим. Можно будет оплачивать. Очень удобно. Вот так будут выглядеть челленджи. И давайте поговорим сейчас несколько минут с человеком, кто стоит за кадром разработки, за главным персонажем создания трекера MoveUp. Это Артем Иванов. Тот самый Артем, который выдавал доступы на закрытом тестировании. Тот самый Артем, который фиксировал все баги, который выслушивал все мои пожелания. Который проводил касс-девы со своей командой. Который старался для того, чтобы приложение вышло именно таким, каким оно вышло. Артем, привет. Привет, привет, Саша. Радо тебя видеть. Спасибо большое, что подключился. Расскажи немножко про то, какие изменения нас ждут в будущем. Как будет развиваться трекер MoveUp? Ой, на самом деле будет много всего вообще фантастического. Потому что мы, когда изначально приложение делали, мы первую версию делали как фундамент. Немножко, чуть-чуть предыстории расскажу. Я вообще считал себя изначально недисциплинированным человеком. И как-то случайно в руки попала книжка «Как работает мозг». И там оказалось, что делать не в мотивации, когда нужно держаться, чтобы новую привычку внедрить, а в какой-то системности и в регулярных наградах на первое время для мозга. И как правильно говорил Саша раньше, очень важно, чтобы у мозга на время трансформации было топливо. Нам нужен дофамин или социальное одобрение или что-то подобное. И как человек, который считал себя недисциплинированным, а сейчас у меня там стриг в дуалинго больше 650 дней ежедневного выполнения привычек, это работает. И мы вот именно вот этот фундамент пытались заложить внутрь приложения, чтобы вам было проще внедрять какие-то изменения. И было классно смотреть, как на первом марафоне с бета-тестом приложения люди некоторые, кто еще не почитали весь контент и начинали добавлять себе пачки привычек. Как Саша рассказывал, 12 привычек себе добавляем, будем внедрять все подряд. А в итоге оставалась в лучшем случае одна. И вот как раз-таки приложение, оно поможет внедрить привычки постепенно. И сейчас эта база, она уже есть, этот фундамент, он уже работает. А впереди у нас будут инсайты от нейросети. Мы сейчас уже можем смотреть, как вы выполняете привычки. Мы можем смотреть, какие у вас, как они влияют на ваше состояние благодаря вечернему чекапу. И мы можем давать рекомендации, какие привычки вам лучше подойдут или какие, наоборот, лучше исключить. Очень рассчитываем на хэббит тиндер, так называемый хэббит тиндер, от искусственного интеллекта. Потому что самая частая проблема, люди не знают, какие привычки вообще нужны. Сейчас уже есть у нас топ-привычки, можете посмотреть, что пользователи делают внутри. А также у вас инейросеть может вам подсказать, что конкретно под вас подойдет. И очень рассчитываем на челленджи, что они вам понравятся, потому что, по-моему, это очень классно. Сейчас привычки делаются изолированно от других участников платформы, но было бы классно взять, позвать своих друзей и вместе держаться, допустим, две недели без сахара и друг друга поддерживать, ставить лайки, мне кажется, было бы отлично. Это было бы то самое социальное одобрение, которое поможет вам продержаться. И еще сразу скажу, у нас есть канал идей от пользователей приложения, где вы сами можете накидывать какие-то идеи и голосовать, что вам нравится больше. Мы за время марафона оттуда подцепили огромное количество небольших, но очень важных улучшений. Я сама стала поставщиком некоторых этих улучшений. Я как самый критичный пользователь. Артем, спасибо тебе огромное за то, что подключился и за всю ту работу, которую мы вместе проделали. Это бесценный труд. Я очень рада, что мы реализовали такой классный проект и продолжаем идти дальше и развивать его. Просто обожать. Такое удовольствие от работы над этим проектом. Сердечки. Боже, как хорошо. Он был программист. Нам добавили сердечки. Класс, спасибо. It's official. MoveUp можно скачать в Huawei. Ну, подождите, это еще не релиз. Еще нет QR. Просто рассказываю, что у нас есть доступ и в App Store, Apple Store, и в Play Market, и в Huawei. То есть для всех операционных систем, для всех телефонов приложение адаптировано. И люди с Android, и люди с Apple, и люди с Huawei могут использовать наше приложение. Это наша победа. Мы к этому шли долго, очень долго. Последнее подтверждение мы получили вчера вечером. И слава богу, все хорошо. И сейчас можем с гордостью вам сообщать, что все приложение уже доступно для скачивания. Я честно не верю, что прошло полгода, и спустя полгода после того, как я объявила про то, что делаю приложение, оно доступно для скачивания, и что вот прямо сейчас я вам дам прямую ссылку, дам QR-код на сайт, там, где можно будет купить подписку, там, где можно будет присоединиться. Мое приложение, прикиньте, какой это момент. Я вот не очень понимаю. И главное в этом не про меня даже на самом деле. То есть я, конечно, рада за себя от всего сердца. Но гораздо больше я радуюсь тому, что я распространяю свою философию, что я распространяю идеи, которые помогают людям жить лучше. Это моя миссия. Что огромное количество людей после этого вебинара, после этого релиза обретут системность, выстроят новую жизненную рутину, станут жить ярче, станут жить проявленнее, пойдут в свой потенциал, в свою реализацию и, наконец-то, реализуют свои амбиции. Потому что приложение MoVap, оно как раз про амбиции, про то, что в каждом из нас огромный потенциал, и нам нужно идти к тому, чтобы его раскрывать. И моя миссия в том, чтобы помогать людям это делать. Своим блогом, своими проектами, тем, что я транслирую, моей философией. Естественно, сейчас мы все порушим, потому что все ломанутся участвовать, скачивать и так далее. It's ok, там, платежка рухнет, как обычно. Напоминаю, что у нас 37 тысяч регистраций на вебинар, вы там не одни сидите, желающие скачать. Поэтому понять и простить, просто будьте готовы, мы это знаем. И тот самый момент прямо сейчас. Так, а как этим пользоваться? Вот так вот крутить, да? А я в себя не это самое? Ладно. Три, два, один. И переключаю слайд. Продажи приложения открыты. Ура! Я так нравится сидеть в этих бумажечках. Прикиньте, я сейчас сидела перед вебинаром и такая, а в этой студии можно вообще хлопушки использовать? Может быть, хлопушки сделаем? И такая, а, это же моя студия. И еще больше задумалась, потому что это же нам потом пылесосить там, убирать. То есть наша студия это еще больше усложнила задачу выбора. Обычно в студии могут запретить, а тут нет. Ну что, прямо сейчас на ваших экранах QR-код, который ведет на наш лендинг с информацией про приложения и продажами, премиум подписки. А ко мне едет тортик, который я буду задавать тут надпись MoveUp. Загадываю приложение, чтобы у нас было 100 тысяч активных пользователей. Миллион. Миллиард. Так, давайте. Это вы для сториз можете снимать. Ура! Пусть он тут постоит. Возьмем еще небольшое интервью у человека с интересной историей. У нас сейчас на связи Дмитрий Багаудзидов, таролог, астролог, психолог. И Дима сам написал после приложения, после марафона, который у нас был летом, что его жизнь разделилась на до и после. Зачитаю прям его цитату. Я всю жизнь пытался стать дисциплинированным человеком, но выгорал или сливался. И трекер привычек – реально самый комфортный и эффективный формат дисциплины из всех. Я перестал срывать сроки, портить репутацию, у меня начали налаживаться отношения с коллегами и клиентами, и вырос доход. Ну что, подключим Дмитрия, послушаем, что он расскажет про свой опыт. Дима, привет! Привет! Как меня видно и слышно? Тебя прекрасно видно и слышно. Спасибо огромное, что подключился рассказать про свой опыт. Расскажи, пожалуйста, какие привычки ты внедрил и вообще про свой опыт пользования трекером. На самом деле, когда я вписался в марафон наш летний по привычкам, и я понял, что у меня действительно получается быть дисциплинированным человеком и внедрять привычки. Я, как сегодня рассказывали, у меня в первую неделю было 10 привычек, потом 20 привычек, потом 30 привычек. А сейчас, кстати, после твоих сторис про одну вещь, привычка одна — это ложиться спать до 11. Да, да, это ключевая, она вообще базовая. Супер! Расскажу про одну привычку, которая интересным образом, удивительно повлияла на мою жизнь. Я работаю в найме СММщиком и работаю параллельно на себя, торологом. Совмещать два дела, в принципе, сложно, а у меня ещё была такая вредная привычка — это дотягивать до последнего, срывать сроки, просрочивать дедлайны. И я придумал привычку, назвал её «Понедельник начинается в субботу». У братьев Стругацких есть такая книга. Я, кстати, Саша, у тебя недавно в блоге увидел её и вспомнил про неё. Суть её в том, что, собственно, понедельник начинается в субботу. Если у меня в понедельник какой-то дедлайн, я уже в субботу начинаю к нему готовиться, уже начинаю заранее, за пару дней что-то делать для того, чтобы успеть всё в срок. И вот когда я эту привычку внедрил, поменялось просто всё. У меня улучшились взаимоотношения с коллегами, с клиентами, снизился уровень тревоги, освободилось время на то, чтобы развивать своё дело, развивать себя как торолога. И я очень-очень благодарен тебе, Саш, за это приложение, потому что, как я уже говорил, да, моя жизнь разделилась на до и после. Почему? Потому что всю жизнь со мной была вот эта проблема. Я считал, что дисциплина — это не моё, мне это не дано, я недисциплинированный человек. Я пробовал разные форматы дисциплины, какие-то челленджи, 100 дней сториз, 100 дней рилс, пытался жить по расписанию, всё время сливался, всё время вот в этот порочный круг заходил, разочаровывался в себе, разочаровывался в этих форматах. Но когда ты, амбассадор дисциплины, выпустила это приложение, и оно такое удобное, такое красивое, можно к Саше заходить, смотреть, как она ставит галочки, мотивироваться этим, это просто всё. Всё, вот теперь, да, началось после, теперь началась моя дисциплинированная жизнь, это благодаря тебе, это благодаря Мувап. Если кто-то, я прямо сейчас хочу обратиться к аудитории, если кто-то узнаёт себя в моей истории, если кто-то тоже считает, что дисциплина — это не ваше, это не так. Нужен просто комфортный формат дисциплины, и вы его найдёте в приложении Мувап. Господи, как приятно это слышать, ты не представляешь. Спасибо тебе огромное, что пришёл, что поделился своими изменениями, что рассказал так открыто и искренне, я очень сильно это ценю и радуюсь. Желаю тебе успехов во всех твоих делах, и чтобы ещё всё лучше шло, спасибо. Спасибо тебе. Давайте проведём несколько разборов ваших ситуаций. Команда, подключайте людей в Zoom, кто готов выйти на разбор, сейчас у нас появится ссылка на Zoom, куда можно добавиться, скорее всего места разберут сразу. Давайте приступать, привет! Всем привет, как меня слышно, как видно, надеюсь, хорошо. Прекрасно видно и слышно. Представься и расскажи немножко про себя и про свою ситуацию, в чём твой вопрос сегодня. Да, меня зовут Надежда, я эксперт по продажам. В прошлом выстраивала отделы продаж для экспертов, блогеров. Сейчас у меня свой продукт по продвижению небольших экспертов, которые занимаются классными своими консультациями, услугами. На разбор давно наблюдаю вообще с вас за тобой. Ты нереально просто трудоголик, действительно очень сильно мотивируешь. Я уже оплатила подписку на 12 месяцев, я очень ждала релиза, это очень шикарно. И разбор, ну в целом я думаю, что сейчас моя жизнь поменяется в связи с тем, что я буду пользоваться не только приложением, а ещё той поддержкой. Потому что очень важно, когда ты одна, да, у меня сотни было попыток, которые, где я пыталась, да, вести трекер привычек. У меня даже вот доска, где я каждый день прихожу по 7 там пунктов, каждый день пишу, но всё равно это получалось так хаотично. Вот. Разбор, разбор. Какой вопрос можно задать? Я так рада просто. Слушай, любой вопрос. Ты можешь задать какой-то вопрос по состоянию, по продуктивности, по целям, не знаю, по продажам, какую привычку тебе внедрить. Ну в целом можешь описать, какой у тебя вопрос есть сейчас, и я скажу, как бы я действовала, что бы я сделала. Я сейчас активно вовлекаюсь в то, что хочу закупать рекламу, и тебе я не могу не задать вопрос, с чего начать. У меня небольшой блог, 950 подписчиков, у меня есть продуктовая линейка, и брать рекламу у блогеров больших, наверное, ну не каждый меня возьмёт пока, потому что блог достаточно маленький. С чего начать? Есть воронка, созданная там полгода, мы её создавали, чтобы она такая была хорошая, контентная, мясная, полезная. Там есть прям серия тоже бесплатных уроков. С чего начать, чтобы привлекать подписчиков, чтобы они оставались? Слушай, классный запрос. Я бы начала с того, что в трекере поставила бы одну главную привычку, это каждый день делать действия на привлечение аудитории. То есть неважно, что это будет реклама, там создание воронки и так далее, просто каждый день какие-то действия должны совершаться на привлечение подписчиков. Чтобы для тебя это было приоритетом, чтобы это было перед глазами, и чтобы ты понимала, что это твоя основная задача сейчас. Потому что трафик – это топливо для бизнеса, новые подписчики – это новые деньги, и надо понимать, что это реально главное, что ты должна сделать. Вот главное. Главное в блогинге. Если у тебя уже хороший контент, уже хорошая воронка, то нужно просто это делать. И я сейчас слышу у тебя, что вы очень долго готовитесь, и пока что не начинаете. И это такой тревожный звоночек на самом деле. Потому что главное для успеха – это как можно быстрее протестировать как можно больше гипотез. В деле продвижения это особенно важно. Поэтому куда бы я пошла? Я бы выписала список способов продвижения. Как минимум, я бы попробовала коллаборацию с каким-то блогером, оказала бы услугу нескольким блогерам по бартеру, и после того, как ты оказала какую-то услугу, попросила бы отзыв в виде сторителлинга. Это самый рабочий способ интеграции, отлично вообще показывает себя. Главное – брать сторителлинг уже после того, как оказала услугу, потому что тогда есть какой-то материал, есть до-после, есть результат. Просто нашла бы несколько экспертов с охватами, например, от 10 тысяч в сторис, и попробовала бы с ними поработать по бартеру. Дальше. Я бы точно провела каздевы, в которых, ну, скорее всего, вы это сделали, но в любом случае, если не сделали, сделайте. Каздевы, в которых я бы разобрала основные запросы аудитории, основные проблемы с продажами, углубилась бы в это прям поглубже, поняла бы прям все формулировки в продажах, потому что в продажах там просто уйма всего, чего люди боятся, не делают, страшно, стрёмно и так далее. Я делала общие каздевы, и то я заметила, что по продажам просто супер много разных возражений и проблем. Поэтому я бы еще больше сфокусировалась на этом, на том, чтобы понять группы запросов, удостовериться, что у тебя есть контент конкретно по этим запросам, не из головы, а именно от людей. Я вот, допустим, эксперт по блогингу, мне кажется, я все знаю, но после последних каздевов я начала реально делать контент, который людям больше откликается, потому что я поняла, какие четко есть запросы, что их просто есть несколько основных, и я делаю контент про них. Это очень сильно поможет в твоем продвижении, поскольку с помощью этого ты сможешь сразу же записывать рилс цепляющие, поскольку они будут животрепещущие, вот можно, как раз действие для продвижения, это рилс в том числе. Сразу же ты сможешь посты писать, сторителлинги делать, актуальные, и, возможно, у тебя даже и воронка поменяется. И что бы я еще сделала? Бесплатный контент, точно, рилсы, посты, рилсы, ведущие в актуальные. Посмотри, как у меня это реализовано. Сделать несколько коллабораций с блогерами. Ну и, в принципе, все. Ну, то есть этого уже будет достаточно каздевы. Вот эти три действия, точнее, три группы действия небольшие, они точно помогут тебе стартовать. А в трекере поставь просто именно действия по продвижению и смотришь. Сегодня что-нибудь делала, каздевы делала, с блогерами договаривалась, хотя бы обсуждала с командой, ставишь, не ставишь. И это позволит тебе продвигаться. В идеале ставить еще какое-то время на выполнение. То есть минимум полчаса я сегодня концентрировалась на продвижении. Минимум 20 минут, вот хотя бы 20 минут. Потому что просто делала, не делала, это типа, ну, зашла один раз в чат по продвижению, вроде делала. Ответила там на сообщение, ну, вроде делала. А по факту ничего не движется. Вот. Спасибо большое за то, что задала вопрос, подключилась. Удачи тебе с продвижением, вырастить блог до больших охватов, много денег. Хорошего тебе вечера, пока. Ну что, кто следующий? О, все, привет. Только не слышно что-то, это нормально? Ой, ничего себе. Все, все, слышно, отлично, спасибо. Привет, как тебя зовут? Расскажи, чем занимаешься, в чем запрос? Меня зовут Даша. Я преподаю испанский, английский язык. Сейчас строю мою онлайн-школу иностранных языков. Я активный пользователь приложения. Была еще в тестовом запуске, который был летний. И пользуюсь приложением уже 65 дней. Еще я каждый день публикую Reels, 6 раз в неделю занимаюсь спортом. Мой самый главный вопрос... Саша, ты сейчас так круто разобрала, так скучаю под моим таким разбором. Ложиться спать до 11. Надо будет поделать опять публичный разбор. Стой на секундочку, что надо отключить, чтобы мой голос не был? А, Даша, выйди, пожалуйста, из самого эфира, останься только в зуме, а то слышно трансляцию. Да, хорошо, я выхожу из эфира. Ладно, я пока патру. Я осталась в зуме. Меня хорошо слышно? Да, тебя прекрасно слышно. Потом сойдешь обратно. Окей, вопрос в чем? Вопрос... А все было слышно, что я до этого говорила? Да, да, конечно, было слышно. Как научиться ложиться спать до 11? Я несколько лет пытаюсь этому научиться, но у меня не получается. Хотя я каждый день публикую Reels, занимаюсь спортом 6 раз в неделю. То есть я могу быть дисциплинированной в этих моментах, но не получается научиться ложиться спать до 11. Вот, я мама, у меня ребенку 4 года. Все. Есть предположение, что ты можешь быть слишком дисциплинированной, и в этом может быть проблема. Почему мы не засыпаем? Потому что наша нервная система слишком напряжена, она не готова ко сну. На самом деле ко сну нужно готовиться, и вечером нужно уметь переключиться из режима работы в режим отдыха. Это супер важно. Возможно, у тебя не происходит этого переключения. Может быть, ты слишком много допоздна работаешь, и просто сразу же пытаешься уснуть. Это первая гипотеза. То есть супер важно закончить в определенное время. Именно поэтому я сама сейчас в трекере веду привычку заканчивать работу до 18, но в идеале я хочу заканчивать до 16. И тогда точно все хорошо. Гипотеза первая. То есть после этого можно сесть, помедитировать, расслабиться, убрать телефон, это важно, убрать прям. Побыть с ребенком, побыть с семьей, посидеть, почитать книжку, пописать дневник, покушать, полежать, массаж и так далее. Главное — это именно дисциплинированно закончить свои дела и отойти. Я вижу шок на твоем лице, спокойно, все будет хорошо. Гипотеза вторая. У тебя может не хватать времени на себя. Часто почему мы не можем уснуть, не можем лечь? Потому что у нас есть ощущение, что мы закончили работу в 9, в 10, и только сейчас начинается наше свободное время. Ребенок уснул, можно что-то поделать. И, естественно, нашей психике вообще не хочется спать, потому что зачем просыпаться, чтобы опять весь день работать и что-то делать. Здесь решение по сути такое же. Просто пораньше заканчивать деятельность и пораньше убирать телефон, пораньше переходить в режим работы для себя. По моим наблюдениям, если я убираю телефон за 3 часа, ну или просто перестаю работать, останавливаюсь, что-то делаю приятное для себя, хорошее, интересное, с друзьями, может быть, время провожу, то после этого мне гораздо легче уснуть. Как раз меня начинает клонить в сон за час где-то до сна. Я принимаю спокойно душ горячий, расслабляюсь, могу помедитировать чуть-чуть, сделать практику. То есть время на себя. В принципе, наверное, это две вещи, которые стоит попробовать. Ну и напомню, базовые правила гигиены для того, чтобы спать хорошо, это спать в тихом месте, в тёмном месте, то есть blackout-шторы, в прохладном месте. Очень важна тишина, темнота, прохлада, если шумно, беруши, если светло, маска для сна. Очень хорошо принять ванную с магнием, там за час, за два до сна. Я делаю магниевый скраб, не знаю, насколько это помогает, но насколько это помогает. Ни в коем случае не пить кофе или чай с содержанием кофеина после обеда, то есть весь кофеин должен быть до обеда, иначе сон становится тревожным. Вот, ну это основное. То есть в целом вот такие правила соблюдать, и ещё гаджеты желательно за час до сна не использовать, не заходить, включать вот этот жёлтый режим, и, скорее всего, уже это повлияет на сон. Вот. Хорошо, большое спасибо, Саша. Я очень благодарна приложению. На самом деле, после вот летнего марафона по привычкам я стала гораздо более дисциплинированной, и другие люди сейчас это тоже подмечают, и я этому очень рада, это большое достижение. Я знаю, что приложение сыграло очень большую роль. Вот, я очень благодарна. Спасибо большое. Я очень рада. Удачи тебе во всём. Пока. Спасибо ещё и тебе. Пока. Слушайте, мне так нравится делать разборы. Я поняла, что вот я что-то знаю. Привет. Видим тебя. Привет. Спасибо. Отлично. Вообще, если честно, уже не ожидала. Меня зовут Лениза. Саша, во-первых, очень благодарю тебя. Ты реально заряжаешь такой энергией, да, такой мотивацией. У меня такая жизненная ситуация произошла, что я очень неожиданно переехала, ну, наверное, ты как бы тоже через это проходила, да, я переехала из Казани на Сицилию. И год у меня был такой, очень такой стрессовый, да, чтобы как-то от этого отключиться. Я прошла обучение личному бренду и, в принципе, думала, что нашла своё. Но не так давно у меня приезжали друзья из Казани и предложили мне заняться тем, чем я, в принципе, занималась до этого в Казани. Это организовывать, допустим, туры по Сицилии, да, это там, где я сейчас проживаю. И у меня, знаешь, такой дисбаланс, я постоянно ловлю себя на том, что мне много чего интересно, я много чего хочу делать, вот за это взялась, да, вот здесь что-то поразвивала, здесь что-то поделала и за что-то другое взяла. Вот как остановить фокус и определиться на чём-то одном, чтобы уже понимать, что да, тут я получила желаемый результат и можно уже в каком-то другом направлении, возможно, двигаться. Очень классный, интересный запрос, спасибо тебе большое. Смотри, я бы тебе дала несколько советов. Первый совет — это помнить, куда ты движешься хотя бы в перспективе, допустим, трёх лет. То есть, если ты понимаешь, куда ты примерно хочешь прийти, к какому состоянию, к какому финансовому достатку, к какому образу жизни, то, исходя из этого, ты можешь регулярно проводить такой аудит своих проектов и проверять, на данный момент, они меня ведут к моим целям или нет. Потому что в каждый конкретный момент проекты могут выступать в качестве различных функций. Иногда нужен проект, чтобы просто заработать денег. Иногда нужен проект, который потом разовьётся во что-то большее. То есть, проекты — это на самом деле всегда функция, это не цель, это средство. Это то, что мы делаем для какой-то более большой глобальной цели. И я, допустим, именно таким образом отсеивала. У меня тоже были периоды с большим количеством проектов. Я часто делала много, потом сужала, я что-то пробовала, что-то потом отсеивала. И каждый раз я думала, именно исходя из того, чем я хочу заниматься, кем я хочу быть, какой я хочу быть, какую я хочу занятость, сколько я хочу денег, какой я хочу образ жизни через несколько лет. Вот сейчас я, например, очень чётко поняла, что я не хочу жить по модели запусков. Я хочу более системный бизнес, более предсказуемый. Может быть, в моменте это меньше денег, чем по системе запусков. Но я понимаю, что мой темп жизни, он немножко другой теперь должен быть. Я это поняла, не знаю, пару лет назад. Конечно, свои коррективы внесла иммиграции и всё такое. Но в целом я этому курсу придерживаюсь. И поэтому я сейчас открываю бизнесы локальные в Дубае. Я запускаю приложения. Потому что это проекты, которые можно не запускать. Ну, понятно, что вот прямо сейчас идёт запуск, это технология запуска. Но при этом дальше можно поддерживать и развивать их в другом совсем формате. То есть всегда нужно чувствовать, к чему ты стремишься, как ты хочешь жить, и проводить аудит. А вот то, что я делаю, это меня скорее ведёт туда или нет? Может быть, какая-то временная мера. А потом я пойду куда-то ещё. И второй пункт, который я бы хотела тебе сказать, это что каждый проект в идеале должен быть отражением твоей аутентичности. И расти из твоей аутентичности. То есть каждый проект должен быть отражением тебя. И тогда он будет даваться тебе легко, свободно. Он не будет тебя сильно тяготить, он не будет требовать очень сильных усилий, больших усилий. Как правило, то, что наше, даётся легко. То, что наше, не предполагает прям сильных трудностей. То, что наше вдохновляет, заряжает. И да, мы всё равно будем уставать, мы всё равно будем где-то перерабатывать. Но в целом отклик у мира на наше всегда будет заметно больше. Даже сейчас ко мне, вот я веду разборы по образу жизни. Приходит человек сразу же про Инстаграм. Сразу же первый. Потому что это моя аутентичность. Я от этого никуда не денусь. Я могу менять ниши, могу что-то делать. Но в любом случае моя аутентичность — это вести блог. И я просто её принимаю. И это, к слову, о том, что я говорила вначале про сильные стороны. Как правило, наши самые аутентичные проекты растут из наших сильных сторон. Почему такой спрос на приложение? Потому что я такая. Вот если бы я была приложением, я была бы трекером привычек MoveUp. Это просто мой аватар. Соответственно, ты можешь ещё и с этой стороны посмотреть. Если бы ты была продуктом, то каким? Какие у тебя сильные стороны, поспрашиваю людей. Подумай, что ты вообще любишь, что ты сама делаешь. Если бы ты была бизнесом, то что бы это был за бизнес? И оцени текущие проекты, исходя из вот этого фактора. Насколько они отражают твою аутентичность? Насколько тебе легко их делать? Ну, знаешь, в принципе, я отпрашивала. Я прям делала опрос своих знакомых. И всё равно получается достаточно разностороннее. Это или у меня подбор персонала, или организация туров, или как перестать стесняться, проявляться, быть собой. И иногда получается, что ты хочешь всё это успеть, и тебя просто штормит. И я вот в этот момент теряю опору. Понимаешь? Я не знаю, на что опереться. Ещё ты в другой стране, ещё ты не можешь сказать всё, что ты думаешь. Тут совершенно всё по-другому. И вот в этот момент уже просто хочется лечь и вообще ничего не делать. Как вот ты себя мотивируешь, найти вот эту планку, от которой можно оттолкнуться и сказать, так, детка, давай, ты сможешь, давай начинай делать. А здесь вступает в игру ещё один важнейший фактор. И он звучит, а что тебе самой нравится? То есть да, есть у нас какие-то аутентичные стороны. Есть вещи, в которых окружающие считывают нашу силу, нашу уверенность. То, что от нас просят, то, про что у нас спрашивают совет. Это всё признаки того, что вот это наше дело. Но есть ещё такая немаловажная вещь, как то, что нам нравится. То есть чем нам самим интересно заниматься. И здесь даже вопрос не в том, какое именно дело выбрать. Потому что даже если взять конкретное дело, например, организация туров. У тебя по-любому в организации туров есть вещи, которые тебе нравятся и вещи, которые тебя бесят. Как и у меня в Инстаграме. Есть то, что мне нравится, а то, что бесит. И наша задача – это в любой нише, вот чем бы мы ни занимались, убирать то, что нам не нравится, и оставлять то, что нам подходит. Потому что очень часто проблема не в нише. Да, очень часто проблема не в нише, не в продукте. Очень часто проблема в форме реализации. Что мы, допустим, решили вести Инстаграм и развивать свой личный бренд. И делаем это как кто-то. И такие думаем, блядь, личный бренд не моё, Инстаграм не моё. А нам просто надо по-другому вести сториз. Или, например, нам нужно как-то адаптировать процесс под себя. Нам, например, не нравится самим монтировать. Кому-то нравится, прикинь. То есть то, что тебя бесит в том, что ты делаешь, кому-то очень нравится. Я недавно сижу на макияже и думаю, блядь, как я уже, я не могу этот макияж, когда меня красит. И тут я такая думаю, а ведь по-любому есть девочки, которые, наоборот, ходят на съёмки, такие, я, принцесса, меня красят, как же здорово, я это обожаю. У меня даже есть такие подруги, они обожают процесс сборов, я не люблю. И я вспомнила, как я, когда работала на радио, я когда прекратила работать на радио, были вещи, которые мне не нравились. А когда я начинала, я страстно обожала вообще всё, что там было. Соответственно, наша задача, мы уже взрослые, у нас нет никаких директив сверху, мы сами определяем, что делать. И наша задача не просто выбрать какие-то проекты или, не знаю, направление своей жизни и так далее, приоритеты. Наша задача ещё делать то, что мы делаем, именно таким путём, как мы хотим. И я бы тебе посоветовала просто… Да, посидеть, подумать в том, чем ты занимаешься, что тебя притягивает и что тебя в каждом деле притягивает и отталкивает. И в этом может быть много вопросов, ой, ответов. Просто сядь прямо от руки, попрописывай плюсы, минусы, и, возможно, ты в этом найдёшь ответ, куда тебе хочется идти. Потому что у меня есть гипотеза, что на самом деле есть что-то одно твёрдое, самое твёрдое, вот самое твоё. И ты это просто вот так можешь не замечать. Такое часто бывает, что ты можешь закрывать глаза, потому что тебе что-то в этом не нравится. У тебя какие-то ассоциации с этим уже не очень, но при этом оно тебе на самом деле подходит, и нужно просто что-то поменять. Вот. Такой вот у меня ответ будет. Хорошо, спасибо тебе большое, Саша. Очень неожиданно и продуктивно. Ну и хочу сказать, что у меня, к сожалению, пока не находится приложение, но я думаю, мы получим это. Ну идиот, обязательно. Спасибо тебе и удачи тебе. Я понимаю, как сложно в миграции себя собирать, но всё в итоге будет очень хорошо. Хорошего тебе вечера. Пока. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Спасибо, что поверили. Спасибо всем, кто приобрёл подписку. Будем разбираться со всеми вопросами и сложностями, если они будут постепенно. Будем писать ответы на вопросы на каналах, рассказывать. В службе заботы будем вам отвечать. Ну и всё, ракета полетела. Это наш старт. Это запуск нашего приложения. Очень здорово. Я безумно рада и пойду праздновать сейчас. Всё, а вы отдыхайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok